В этой части, первый из двух об анатомии головы и шеи, мы вначале осмотрим структуры, участвующие в удержании и движении головы, затем лицевую часть и основание черепа, потом структуры, участвующие в дыхании, принятии пищи, глотании и речи. В второй части мы рассмотрим кровеносные сосуды головы и шеи, затем головной мозг, черепные нервы, ухо и глаз. У других частей тела знание скелета — основа для изучения всего остального. Череп — настолько сложная часть скелета, что мы не будем изучать его сразу целиком. Вместо этого мы будем строить его картину в течение этого фильма. В каждой части мы будем добавлять новые структуры черепа к уже изученным частям, таким образом мы завершим картину. В этой первой части мы изучим, каким образом голова соединяется с телом и как она движется. Начнем с изучения участвующих костей, потом рассмотрим суставы и связки, соединяющиеся с ними. После этого мы изучим мышцы, которые поддерживают позицию головы и производят ее движение. Кости, участвующие в поддержании и движении головы, это грудные и шейные позвонки, верхние ребра, ключицы, и это часть нижней стороны черепа, называемая затылком. Череп состоит из мозговой и лицевой частей. Мозговая часть черепа — это контейнер для головного мозга. Она состоит из набора отдельных костей. Эти линии, слияния, известны как швы. Основные кости, образующие мозговой череп, это затылочная кость позади и ниже, теменная кость, височная кость с каждой стороны, клиновидная кость и лобная кость. Две кости мозгового черепа, которые нас интересуют сейчас, затылочная кость и нижняя часть близлежащей височной кости. Чтобы увидеть всю поверхность затылочной кости, мы уберем нижнюю челюсть. Затылочная кость тянется отсюда сзади, сюда вниз. Самая заметная особенность затылочной кости – это большое затылочное отверстие, через которое проходит спинной мозг и сопровождающая его структуры. Часть затылочной кости спереди от большого затылочного отверстия называется базилярной частью или основанием затылка. Две височные кости прилегают к нему с каждой стороны. Мы их скоро осмотрим. Давайте посмотрим на затылочную кость с внутренней стороны, на черепе, разрезанном вдоль средней линии. Это большое затылочное отверстие. Это базилярная часть затылочной кости. Она наклонена вперед и вверх, более круто изнутри, чем снизу, поэтому на сагитальном разрезе имеет треугольную форму. Давайте осмотрим некоторые детали черепа, которые не были окрашены. На каждой стороне передней половины большого затылочного отверстия расположены два затылочных мышчилка. Затылочные мышчилки – это суставные поверхности для сочленения с атлантом с образованием атланта затылочного сустава. Скоро мы рассмотрим эти суставы. Очертания передней части черепа и верхушки хорошо нам известны из поверхностной анатомии. Возможно, удивительно узнать, как далеко назад закругляется череп и насколько большой выступ здесь, сзади. Выступ образован частью затылочной кости позади большого затылочного отверстия, чешуйчатой частью. Выступ сглажен шейными мышцами, прикрепленными к этой широкой области затылочной кости. Кость имеет метки их прикреплений. Эта масса посередине – наружный затылочный выступ. Этот нечеткий гребень заканчивается в направлении сочевидного отростка – верхняя выйная линия. Под ней расположена нижняя выйная линия. Мы познакомимся со структурами, прикрепляющимися здесь немного позже. Теперь, когда мы осмотрели затылочную кость, перейдем к височной кости. Это довольно сложная кость. Чтобы всю ее рассмотреть, мы опять уберем нижнюю челюсть. Височная кость идет отсюда снаружи, сюда вниз. Это каменистая часть височной кости. Это чешуйчатая часть. Одна из особенностей височной кости заключается в этом выступе – с осцевидным отростком. Как мы увидим, он является началом для некоторых мышц, двигающих голову, включая грудин и колючисно-сосцевидную. Легко прощупать здесь осцевидный отросток, сзади, под ухом. Изучая височную кость, мы познакомимся с некоторыми другими ее особенностями, которые мы оценим в других частях этих двух записей. Мы также встретим ряд маленьких отверстий, через которые входят и выходят важные кровеносные сосуды, нервы и другие структуры. Здесь много этих отверстий. Мы осмотрим отверстия только снаружи височной и затылочной костей. Это скуловая дуга, образованная в основном височной костью и частично присоединяющейся скуловой костью. Здесь, с нижней стороны корня скуловой дуги, эта сложно искривленная поверхность сочленяется смышленком нижней челюсти, образуя височно-нижнечелюстной сустав. Это наружный слуховой проход, ведущий к среднему уху. Это длинный острый вырез, шуловидный отросток. У основания шуловидного отростка находится маленькое шило-сосцевидное отверстие для лицевого нерва. Медиальное шуловидное отростка есть два отверстия для кровеносных сосудов, сонный канал, идущий спереди для внутренней сонной артерии, и еремное отверстие, идущее сзади для внутренней еремной вены. Над затылочным мышелком выходит подъязычный канал для подъязычного нерва. Давайте также коротко осмотрим затылочную и височную кости изнутри. Это чешуйчатая часть затылочной кости. Это базиллярная часть. Это большое затылочное отверстие. Это чешуйчатая часть височной кости. Это каменистая часть, содержащая структуры внутреннего и среднего уха. Это еремное отверстие изнутри. Это большая борозда позади него для сигмовидного симуса, главного венозного дренажного канала мозга. Ниже и медиальное еремного отверстие расположен подъязычный канал. Над еремным отверстием расположено внутреннее слуховое отверстие для предверно-улиткового и лицевого нервов. Сонный канал заканчивается здесь, у рваного отверстия, как мы увидим в следующей части. Сейчас мы осмотрели часть черепа, интересующую нас в этой части. Теперь мы перейдем к изучению костей ниже. Сперва осмотрим специальные особенности первых двух шейных позвонков, атланта и осевого позвонка. Потом мы рассмотрим связь шейного отдела позвоночника с костями верхней части туловища. Это атлант. Это осевой позвонок. Эти два позвонка адаптированы для движения головы. Флексия и экстензия головы имеют место в атланто-затылочных суставах. Латерофлексия головы также ротация головы вместе с атлантом происходит здесь, в суставах между атлантом и осевым позвонком атланто-аксиальных суставах. Из-за своей особой функции атлант и осевой позвонок во многом отличаются от типичных шейных позвонков. Как мы видели в третьей части, типичный шейный позвонок имеет тело спереди и дугу сзади, заключающую позвонковое отверстие. Он имеет остистый отросток сзади с двумя бугристостями и поперечный отросток на каждой стороне также с двумя бугристостями. На каждой стороне имеются две суставные поверхности, одна выше и одна ниже, которые образуют межпозвонковые суставы. Суставные поверхности наклонены вверх и вперед. Они соединены этой костной массой, суставной колонной. Каждый позвонок соединен с соседним межпозвонковым диском спереди и двумя межпозвонковыми суставами сзади, по одному с каждой стороны. Сейчас давайте посмотрим, чем же различаются атлант и осевой позвонок. Атлант не имеет тела. Спереди он имеет только эту узкую переднюю дугу, которая соединяется с задней дугой. Две дуги атланта вместе с этими двумя боковыми массами заключают необычно большое позвонковое отверстие. Эта часть занята спинным мозгом. Эта часть зубом осевого позвонка, с которым мы сейчас познакомимся. Верхние суставные поверхности атланта имеют форму чаши, совпадая с затылочными мыщелками. Нижние суставные поверхности имеют форму внутреннего конуса. Сейчас обратимся к осевому позвонку. Тело осевого позвонка продолжается в этот важный отросток, зубовидный отросток. С позиции развития зубовидный отросток является бывшим телом атланта. С точки зрения функции, это ось, вокруг которой вращается голова вместе с атлантом. Верхние суставные поверхности осевого позвонка расположены к переди относительно нижней. Верхние поверхности располагаются на одной линии с зубовидным отростком. Вращение происходит между соответствующими поверхностями осевого позвонка и атланта. При этом зубовидный отросток остается посередине. Зубовидный отросток окружен костью спереди с обеих сторон. Он удерживается на месте мощной связкой сзади, поперечной связкой атланта. Зубовидный отросток также удерживается сверху двумя мощными крыловидными связками, которые прикрепляются здесь и здесь. Мы скоро увидим эти связки. Зубовидный отросток имеет две маленькие суставные поверхности, одну позади для поперечной связки и одну спереди для передней дуги атланта. Чтобы увидеть, как эти структуры относятся к основанию черепа, мы осмотрим сзади и изнутри образец, у которого дуги и задняя часть затылочной кости были удалены. Это большое затылочное отверстие. Это внутренняя сторона базиллярной части затылочной кости. Это атлант, это осевой позвонок, это зубовидный отросток. Это атланто-затулочные суставы и атланто-осевые суставы. Теперь, когда мы изучили атлант и осевой позвонок, мы осмотрим кости ниже их, участвующие в поддержании и движении головы. Самый нижний шейный позвонок, седьмой, сочленяется с верхним из 12 грудных позвонков. Два первых ребра наклонены вниз и вперед от первого грудного позвонка. Реберные хрящи первых двух ребер сочленяются здесь с верхней частью грудины, рукояткой. Рукоятка, первые ребра и тело первого грудного позвонка образуют края этого отверстия, верхней грудной апертуры, через которую проходят многие важные структуры. Мы закончим с костями этой части, добавить ключицы и лопатки. С каждой стороны ключица сочленяется с верхней частью рукоятки, образуя грудинно-ключичный сустав. Грудинно-ключично-сосцевидные мышцы прикрепляются здесь. Лопатка прикрепляется к ключице здесь, в акромиально-ключичном суставе. Вдобавок, лопатка удерживается на месте мощными мышцами. Самая верхняя из них трапециевидная, начинается здесь на черепе и прикрепляется здесь. Перейдем теперь к рассмотрению связок, соединяющих череп с шейными позвонками. Как и везде на теле, эти структуры удерживают вместе кости, позволяя им двигаться относительно друг друга и устанавливая ограничения их движения. Сначала рассмотрим структуры, позволяющие движения между отдельными позвонками, межпозвонковые диски и межпозвонковые суставы. Далее мы осмотрим три связки, идущие вдоль шейного отдела позвоночника, воинную связку, переднюю и заднюю продольные связки. В конце рассмотрим особые связки вокруг зубовидного отростка. Так выглядит шейный отдел на вскрытии. Это остистые отростки, суставные колонны, поперечные отростки и тела позвонков. Межпозвонковые суставы находятся здесь. Это синовиальные суставы. Чтобы лучше их рассмотреть, мы сделаем разрез через суставные колонны вдоль этой линии. Как и все синовиальные суставы, каждая костная поверхность покрыта слоем гладкого суставного хряща. Пространство между хрящами заполнено синовиальной жидкостью. Жидкость заключена в фиброзную суставную капсулу, ограничивающую движение. Между каждым телом позвонка и его соседом есть межпозвонковый диск. Чтобы увидеть диски, мы сделаем разрез по средней линии. Диски состоят из фиброзного хряща, который крепко прикреплен к позвонку выше и ниже. Фиброзные суставы, образованные дисками, позволяют очень небольшое движение между обычными шейными позвонками. Движения, возможные между этими позвонками, это переднее сгибание, разгибание и скручивание, являющие комбинацией ротации и латерального сгибания. В промежутках между затылком, атлантом и осевым позвонком, где происходит так много движений, дисков нет, только синавиальные суставы. Сейчас мы осмотрим три связки, идущие вдоль шейного отдела, начиная с выйной связки. Вот это выйная связка. Это полоска мощной соединительной ткани, тянущаяся от остистого отростка первого грудного позвонка к наружному затылочному выступу. Выйная связка ограничивает переднее сгибание головы и шейного отдела. Она также служит местом прикрепления некоторых важных мышц. Далее мы перейдем вперед и рассмотрим переднюю продольную связку. Это широкая полоска передняя продольная связка. Она идет во всю длину позвоночного столба, соединяясь с передними сторонами тела позвонков. Она заканчивается здесь, на этом пугорге дуги атланта. Передняя продольная связка не так мощна на шее, как ниже. И гораздо более впечатляющая связка на шее задняя продольная, спускающаяся с задней стороны тела позвонков внутри позвоночного канала. Чтобы рассмотреть заднюю продольную связку, мы удалим дуги позвонков, а также заднюю часть черепа вдоль этой линии. Спиной и головной мозг были удалены вместе с твердой мозговой оболочкой. Это основание затылочной кости. Это большое затылочное отверстие. Это отрезанные позвонковые дуги. Это задняя продольная связка. Она шире и толще здесь на шее, чем ниже. Верхняя часть связки носит особое имя покровная мембрана. Осмотрим ее с другой точки. Для этого возьмем образец, разрезанный вдоль средней линии. Это большое затылочное отверстие. Это передняя дуга атланта. Это зубовидный отросток. Это покровная мембрана. Она прикрепляется к основанию затылка и телу осевого позвонка. Продолжаясь как задняя продольная связка, она соединяется с задними сторонами тел позвонков вдоль всего позвоночника. Сейчас мы изучим связки, удерживающие зубовидный отросток, делая его стабильной осью вращения головы. Мы увидим поперечную связку атланта, крестообразную связку, частью которой является поперечная, и крыловидные связки. Чтобы увидеть их, мы вернемся к предыдущему тыльному виду и удалим покровную мембрану. Сразу под покровной мембраной расположена эта мощная и важная связка, поперечная связка атланта. Поперечная связка прикрепляется с каждой стороны к этим двум бугоркам атланта. Поперечная связка предотвращает заднее смещение зубовидного отростка. Тонкая связка, верхняя полоска, идущая вверх от поперечной связки к основанию затылка. Другая, нижняя полоска, спускается к телу осевого позвонка. Они, вместе с поперечной связкой атланта, называются крестообразной связкой. Мы удалим всю крестообразную связку, чтобы увидеть зубовидный отросток и крыловидные связки. Это зубовидный отросток. Это массивные крыловидные связки. Они идут от зубовидного отростка здесь, сюда, кнутри затылочных мышелков. Крыловидные связки ограничивают вращение головы, особенно при боковом сгибании. Снова вид сбоку. Это покровная мембрана. Это спереди от нее отделенная поперечная связка атланта. Это довольно впечатляющая структура. Под конец мы изучим связки, соединяющие позвонковые дуги. Дуги обычных шейных позвонков удерживаются вместе полосками желтой соединительной ткани, известной как желтая связка. Дуги осевого позвонка, атланта и края большого затылочного отверстия удерживаются вместе этими свободными и гибкими рукавами и соединительной ткани, атланто-затылочной и атланто-осевой связками. Мы многое узнали. Прежде чем перейдем к мышцам, проведем обзор рассмотренных костей, суставов и связок этой фундаментальной части головы и шеи. Это затылочная и височная кости Это базилярная и чешуйчатая части затылочной кости Большое затылочное отверстие затылочные мыщелки Наружный затылочный выступ Верхняя и нижняя выйная линии На височной кости это каменистая и чешуйчатая части Это сосцевидный отросток Скловая дуга Поверхность височно-нижнечелюстного сустава Это наружный слуховой проход и шиловидный отросток Шилососцевидное отверстие Сонный канал Еремное отверстие И подъязычный канал На типичном шейном позвонке это тело Дуга Позвонковые отверстия Остистый отросток Поперечные отростки Суставные поверхности И суставная колонна На атланте Это передняя дуга Задняя дуга И боковые массы На осевом позвонке Это зубовидный отросток Это межпозвонковые суставы И межпозвонковые диски Это атланто-затылочные И атланто-осевые суставы Это выйная связка Передняя продольная связка Задняя продольная связка И покровная мембрана Это крестообразная связка Состоящая из поперечной связки Атланто Верхней полоски И нижней полоски А это две крыловидные связки Сейчас мы изучим основные мышцы шеи Мы будем рассматривать их изнутри наружу Начнем с четырех коротких мышц С нижней стороны затылка Двух косых мышц И двух прямых мышц Вместе они называются Подзатылочными мышцами Это прямые мышцы головы Малая и большая Малая прямая мышца головы Идет от середины задней дуги атланта К этой области затылка Большая прямая мышца головы Идет от остистого отростка осевого позвонка Сюда, к затылку Здесь две косые мышцы головы Нижняя И гораздо меньшая верхняя Нижняя косая Идет от ости осевого позвонка К поперечному отростку атланта Верхняя косая идет от поперечного отростка осевого позвонка Сюда, сюда, к затылку Действие подзатылочных мышц Заключается в разгибании головы И в повороте ее в ту же сторону Теперь мы перейдем на переднюю сторону К рассмотрению длинных и лестничных мышц Это длинные мышцы Длинная мышца шеи здесь Она сливается выше с длинной мышцей головы Длинная мышца головы начинается от основания затылка И прикрепляется к поперечным отросткам С3, 4 и 5 Длинная мышца шеи начинается от тел позвонков С1 по С4 И прикрепляется к телам позвонков С5 вниз Под Т4 Длинные мышцы головы и шеи Слабые сгибатели головы и шейного отдела Далее мы добавим три лестничные мышцы Переднюю лестничную Среднюю лестничную И заднюю лестничную Они начинаются от поперечных отростков Пяти нижних шейных позвонков Передняя лестничная от передних бугорков Средняя и задняя лестничная от задних бугорков Передняя и средняя лестничные мышцы Прикрепляются к первому ребру Задняя лестничная прикрепляется к первому и второму ребрам Лестничные мышцы не участвуют в движении шеи Они поднимают верхние ребра при глубоком вдохе Лестничные мышцы имеют важное отношение с подключичной артерией и к плечевым сплетением, обозначенные в первой части Атласа. Сейчас мы добавим ключицы и лопатки, и перейдем опять на заднюю сторону, чтобы осмотреть три большие мышцы, формирующие заднюю сторону шеи, полуостистую, ременную и трапециевидную. Сперва осмотрим полуостистую. Это полуостистая мышца. Она начинается множеством сухожилий от суставных отростков с С4 по С7 и от поперечных отростков с Т1 по Т6. Полуостистая мышца идет почти вертикально и прикрепляется здесь, на затылке, сразу позади двух прямых мышц. Действие полуостистой мышцы заключается в разгибании головы. Вдобавок, когда мы стоим или наклоняемся вперед, тоническое сокращение полуостистой мышцы противодействует сгибанию головы под действием силы тяжести. Далее мы добавим ременную мышцу. Это ременная мышца. Это широкая мышечная полоска, которая начинается от остистых отростков с Т3 по С7 и от нижней половины в иной связке. Ременная мышца идет вверх и латерально и прикрепляется к латеральной половине в верхней в иной линии и позади с остистовидного отростка. Ременная мышца содействует вращению головы в ту же сторону. Эта мышца около ременной мышца, поднимающая лопатку, рассмотренная в первом томе этого атласа. Наконец, мы добавим трапециевидную мышцу. Это трапециевидная мышца. Трапециевидная, большая и сложная мышца. Как мы видели в первом томе, ее нижняя часть тянется вниз до Т12. Сейчас нас интересует только верхняя часть. Верхняя часть трапециевидной мышцы начинается от медиальной части верхней в иной линии и от в иной связки. Ее волокна расходятся вниз и латерально, прикрепляются к кости лопатки, акромиону и латеральной третьей ключицы. Трапециевидные мышцы во многом определяют форму и очертание шеи. Сзади, вот две трапециевидные мышцы. И спереди. Это снова трапециевидная мышца. Трапециевидная мышца считается в основном плечевой мышцей. Ее верхняя часть поднимает лопатку. Вдобавок, когда лопатка удерживается действием других мышц, трапециевидная действует так же, как полуостистая. Разгибает голову и сохраняет голову прямой, когда мы наклоняемся вперед. Последняя мышца, которую мы здесь изучим, грудинно-ключично-сосцевидная. Вот она. Она начинается здесь, от сосцевидного отростка и сзади от него. Грудинно-ключично-сосцевидная мышца идет вниз, вперед и медиально, чтобы прикрепиться частично на медиальном конце ключицы и частично на рукоятке. Сокращение одной из грудинно-ключично-сосцевидных мышц переводит повороту головы в противоположную сторону. Сокращение обеих грудинно-ключично-сосцевидных мышц приводит к сгибанию головы и шейного отдела. Когда мы наклоняемся назад, их тоническое сокращение препятствует разгибанию головы и шеи под действием гравитации. Сухожилия грудинно-ключично-сосцевидных мышц вместе с медиальными концами ключиц определяют края этого отверстия в нижней части шеи. Теперь, когда мы разобрались с мышцами, производящими движениями головы и шеи, давайте проведем их обзор. Это малая и большая прямые мышцы головы. Это нижняя и верхняя косые мышцы головы. Это длинная мышца головы. Это длинная мышца шеи. Это лестничные мышцы, передняя, средняя и задняя. Это полуостистая, ременная и трапециевидная мышца. А это грудино-ключично-сосцевидные мышцы. Это конец части «Поддержание и движение головы». В этой части мы осмотрим кости лицевого скелета и часть черепа, которую лицевой скелет примыкает, основание черепа. Понимание скелета этой области даст нам хорошую основу для изучения некоторых крупных и важных частей головы и шеи. Мы начнем с осмотра основных костных особенностей области. Затем мы рассмотрим отдельные кости, составляющие лицевой скелет и основание черепа. В конце изучим отверстия в основании черепа, через которые проходят важные нервы и кровеносные сосуды. Лицевой скелет состоит из ряда отдельных костей. Немного позже мы рассмотрим каждую из них в отдельности, а начнем мы с изучения всех главных особенностей лицевого скелета. Для упрощения мы удалим нижнюю челюсть. Полость для глаза называется глазницей. Она защищена снаружи утолщенным краем. Отверстие для носа ведет в правую и левые носовые полости, разделенные носовой перегородкой. Верхняя челюсть несет ряд верхних зубов. Выступ скуловой кости ведет назад к этой костной дуге. В скуловой дуге. Здесь есть впадина, это височная ямка. Она ограничена этим гребнем, височной линией, латеральным орбитальным краем и скуловой дугой. Височная ямка содержит большую височную мышцу. Височная ямка продолжается глубже в эту впадину, подвисочную ямку. Стенки подвисочной ямки образованы этой частью основания черепа и задней частью верхней челюсти. Подвисочная ямка содержит крыловидные мышцы и венечный отросток нижней челюсти. На нижней стороне черепа можно увидеть знакомые нам структуры. Это большое затылочное отверстие, базилярная часть затылочной кости и каменистая часть височной кости. На основании черепа, позади верхней челюсти, выступают вниз два тонких костных листка. Это крыловидные пластинки, латеральные и медиальные. Между двумя медиальными крыловидными пластинками находятся задние отверстия носовых полостей или хуаны. Твердое небо образует крышу ротовой полости и нижнюю стенку носовых полостей. Здесь, внутри носовых полостей, расположены носовые раковины. Мы осмотрим носовую полость изнутри в следующей части. Задние носовые отверстия открываются в носоглотку, лежащую в пространстве между медиальными крыловидными пластинками, основанием затылка и передней дугой атланта. Скоро мы рассмотрим кости, составляющие лицевой скелет по отдельности. Прежде чем мы это сделаем, необходимо изучить некоторые особенности внутренней стороны черепа. Это специальный препарат черепа, срезанного на нескольких уровнях над основанием черепа. Уровни срезов отражают факт наличия двух больших ступеней основания черепа, образованного кленовидными хребтами и пирамидами височной кости. Они разделяют основание полости черепа на три части, переднюю черепную ямку, среднюю черепную ямку и заднюю черепную ямку. Мы видели заднюю черепную ямку в предыдущей части. В этой части мы рассмотрим основные особенности передней и среднечерепных ямок. Кость, образующая эту выпуклость основания передней ямки, та же самая, что формирует крышу глазницы. Срединный гребень называется петушинным гребнем. С каждой стороны от него имеются углубления, дно которых выполнено маленькими, тонкими и продырявленными костными пластинками, решетчатыми пластинками. Решетчатая пластинка образует очень тонкую крышу носовой полости. Нити обаятельного нерва, передающие чувство запаха, проходят через отверстия в решетчатой пластинке. Эта плоская поверхность позади решетчатых пластинок крыша полости кленовидного синуса, которую мы рассмотрим позже. Сейчас мы вернемся назад на среднюю черепную ямку. Кость, образующая боковую стенку и дно среднечерепной ямки, также образует снаружи черепа стенку височной и подвисочной ямки. Мы видели, что это крыша орбиты. Кость, образующая переднюю стенку средней височной ямки, также образует часть орбиты. Она образует эту заднюю часть боковой стенки глазницы. Эта сложная приподнятая область посередине называется турецким седлом. Основные особенности турецкого седла – вот это углубление, ямка для гипофиза, это неглубокая борозда для двух зрительных нервов, и эти четыре выступа – передние и задние наклоненные отростки. Эта наклоненная поверхность позади задних наклоненных отростков спинка седла продолжается в основании затылка. Дно среднечерепной ямки имеет несколько отверстий для нервов и кровеносных сосудов, к которым мы вернемся позже в этой части. Теперь, когда мы изучили структуру лицевого скелета и прилегающие части черепа, давайте осмотрим отдельные кости лицевой части и увидим, какой они вносят вклад в увиденные нами особенности строения. Сначала осмотрим пять крупнейших костей лица. Это лобная, и скуловая кости, верхняя челюсть, кленовидная кость, и решетчатая кость. Лобная кость очень крупная. Нижняя часть лобной кости образует начало корня носа, верхнюю часть края глазницы, небольшую часть височной ямки и крупную часть крыши глазницы. Лобная кость также образует большую часть дна передней черепной ямки. Часть лобной кости около средней линии полая. Полое пространство — это лобный синус, один из околоносовых синусов, который мы скоро рассмотрим. Далее мы изучим скуловую кость. Скуловая кость образует костные выступщики. Она также образует нижнюю латеральную часть края глазницы и эту часть латеральной стенки глазницы. Скуловая кость идет назад и встречается со скуловым отростком височной кости, формируя скуловую дубу. Двинемся далее и рассмотрим верхнюю челюсть. Это верхняя челюсть. Правая и левая верхняя челюсти объединены по средней линии. С каждой стороны верхняя челюсть составляет нижнюю медиальную часть глазничного края и почти все дно глазницы. Верхняя челюсть несет верхние зубы. С нижней стороны она формирует большую часть твердого неба. Верхняя челюсть полая. Она содержит крупнейший из околоносовых синусов, верхнечелюстной. Чтобы увидеть заднюю часть верхней челюсти, удалим скуловую дугу. Это задняя сторона полой части верхней челюсти. Здесь, ниже, верхняя челюсть соединяется с костью позади, кленовидной костью. Выше этого соединения верхняя челюсть отделена от кленовидной кости этой расщелиной, имеющей вертикальную и горизонтальную части. Вертикальная часть расщелины называется крыловидная верхнечелюстная расщелина. Горизонтальная часть расщелина называется нижней глазной расщелиной. Нижняя глазничная расщелина, вот она спереди, отделяет дно глазницы, образованное верхней челюсти от боковой стенки, образованной кленовидной костью. Сейчас мы перейдем к исключению кленовидной кости. Кленовидная кость очень сложная. Она протягивается с одной стороны черепа к другой. Кленовидная кость формирует важные нижние и внешние части черепа. Также она образует часть глазницы. Кленовидная кость также образует эту большую и сложную часть черепного дна. Это вся кленовидная кость. Кленовидная кость имеет центральную часть и три главных отростка с каждой стороны, малое и большое крылья, и крыловидный отросток. Центральная часть кленовидной кости включает наклоненные отростки и гипофизарную ямку. Центральная часть кленовидной кости полая, как мы увидим. Малое крыло, являющее верхней частью кленовидной кости, образует кленовидный хребет, разделяющий переднюю и среднюю черепные ямки. Нижняя сторона малого крыла образует эту небольшую, но важную часть задней стороны глазницы. Большое крыло кленовидной кости образует переднюю стенку и часть дна средней черепной ямки. Снаружи большое крыло образует эту часть височной и подвисочной ямок, а также формирует эту большую часть латеральной стенки глазницы. Большое и малое крыло соединяются здесь, но медиальнее они разделены этой треугольной щелью, верхней глазной щелью, большой дырой между глазницей и полостью черепа. Это верхняя глазничная щель изнутри. Скоро мы ее рассмотрим лучше. Крыловидный отросток кленовидной кости выступает вниз, позади верхней челюсти. Кленовидный отросток включает латеральную и медиальную крыловидные пластинки, являющиеся местами прикрепления некоторых важных мышц, которые мы рассмотрим позже. Это полость между крыловидными пластинками, крыловидная ямка. Этот маленький крючок крыловидный, крючковидный отросток. Это блок, как мы увидим позже. Последняя кость в нашем списке лицевых костей другая, довольно сложная кость, решетчатая. Решетчатая кость достаточно трудна для изучения, так как на целом черепе она в основном скрыта от глаз. Есть только некоторые ее части, которые мы можем легко рассмотреть. Это маленькая часть на передней черепной ямке, две решетчатые пластинки с петушинным гребнем посередине, и это часть медиальной стенки каждой глазницы. Решетчатая кость будет легче изучить при рассмотрении носовой полости в следующей части. До этих пор мы оставим решетчатую кость. Есть также три меньшие лицевые кости, которые мы коротко осмотрим. Носовая, слезная и небная кости. Это носовая кость. Это слезная кость. Две тонкие носовые кости образуют только верхнюю часть носовой перегородки. Структурная основа выступающих частей носа составляет хрящи, как мы увидим позже. Маленькая слезная кость образует большую медиальную часть нижнего орбитального края. Это отверстие между слезной и решетчатой костями для носослезного протока, выводящего слезы из угла глаза в носовую полость. Последний, мы изучим небную кость. Это ее нижняя часть. На каждой стороне небная кость образует заднюю часть твердого неба и часть боковой стенки носовой полости. Мы изучим небную кость с лучшего ракурса, когда будем рассматривать носовую полость. Сейчас мы перейдем к изучению отверстий дна передней и средней черепной ямы, которые мы видели ранее. Мы осмотрим три отверстия, проходящие спереди. Два отверстия, проходящие вниз, и одно, несмотря на внешние выходы, проходящие косо назад. Мы начнем с отверстий, идущих вперед. Это круглое отверстие прямо спереди от переднего наклоненного отростка, канал зрительного нерва. Латеральнее его расположено это большое треугольное отверстие, верхняя глазничная щель, которую мы уже видели. Ряд нервов и кровеносных сосудов проходит через нее в глазницу. Ниже и сзади медиального конца верхней глазничной щели расположено это маленькое круглое отверстие для верхней челюстной ветви тройничного нерва. Мы положим этот указатель в круглое отверстие и перейдем на наружную сторону. Это снова верхняя глазничная щель. Здесь медиальный канал зрительного нерва. Округлое отверстие выходит не в глазницу, а в крыловидную верхнюю челюстную щель. Два отверстия, идущие вниз, это овальное отверстие для нижней челюстной ветви тройничного нерва, а сразу сзади и латеральное его остистое отверстие для средней мозговой артерии. Чтобы посмотреть, где они выходят, мы перейдем на нижнюю сторону. Это овальное отверстие сразу позади латеральной крыловидной пластинки. Это остистое отверстие сзади и латеральное от овального. Последнее отверстие, которое мы должны осмотреть, вот это неаккуратно выключи отверстие, рваное отверстие для внутренней сонной артерии. На сухом черепе расположение рваного отверстия довольно обманчиво. Оно идет прямо вниз, через основание черепа и выходит здесь, на кончике каменистой части височной кости. На живом теле, видное снизу отверстие заполнено плотной соединительной тканью, представленной этим материалом. Соединительная ткань также заполняет эту неровную часть внутреннего костного отверстия. Оставшаяся часть рваного отверстия это ровное суженное отверстие, через которое из своего косоидущего костного тоннеля, сонного канала, выходит сонная артерия. Другой выход сонного канала, как мы узнали в прошлой части, здесь сзади, медиальность шаловидного отростка. Спереди от отверстия сонного канала имеется добавочное отверстие, которое мы еще не видели, отверстие слуховой трубы, также называемой истахиевой трубой. Слуховая труба проходит назад и латерально, и выходит сюда, в среднее ухо. Слуховая труба длиннее, чем эта. Медиально она продолжается хрящевой трубой, представленной этим окрашенным материалом. Слуховая труба открывается в носоглотку, как мы увидим. Мы снова осмотрим эти отверстия в двух частях этих томов, рассказывающих о кровеносных сосудах и черепных нервах. Мы рассмотрели много костных особенностей в этой части. Сделаем обзор лицевых костей и основание черепа. Это лобная кость, скуловая кость, и верхняя челюсть, кленовидная кость и решетчатая кость. Это носовая, слезная и нёбная кость. Это глазничная полость, край глазницы и отверстие носослезного канала. Это скаловая дуга, височная линия, височная ямка и подвисочная ямка. Это крыловидная верхчелюстная щель и нижняя глазничная щель. На кленовидной кости это малое крыло, большое крыло и крыловидные пластинки, медиальные и латеральные. Это крыловидная ямка, это крючок. Изнутри это передняя черепная ямка, средняя черепная ямка и задняя черепная ямка. Это кленовидный грибет, петушиный гребень и решетчатые пластинки. Это турецкое седло, состоящее из передних и задних наклоненных отростков, гипофизарные ямки и спинки седла. Это канал запиративного нервна, верхняя глазничная щель и круглые отверстия. Это овальное отверстие, остистые отверстия и рванные отверстия. Это истинные отверстия сонного канала. Это отверстия слуховой трубы. Это хорящие слуховой трубы. Мы подошли к концу в этой части о костной анатомии лицевого скелета и основании черепа. В следующей части мы перейдем к рассмотрению верхней части дыхательных путей. Вы вспомните, что осталась одна важная кость, которую мы еще не разобрали, решетчатая кость. Мы хорошо ее рассмотрим в следующей части. В следующих трех частях мы рассмотрим части головы и шеи, участвующие в двух жизненно важных функциях дыхания, поедания и питья. В качестве введения в эти большие темы мы осмотрим образец на сагитальном разрезе. Воздухоносные пути, пути проведения пищи и жидкости начинаются отдельно в носовой и ротовой полости. Воздух проходит назад через носовую полость и носоглотку. Пища и жидкость идут назад через ротовую полость. Два прохода объединяются здесь. Воздух, пища и жидкость идут через этот общий проход, ротоглотку. Два прохода здесь снова разделяются в подглоточной области. Пища и жидкость идут назад в пищевод и далее в желудок. Воздух проходит вперед через гортань в трахею и далее в легкие. Таким образом, пути для воздуха и для пищи с жидкостью пересекаются в ротоглотке. Очень важно, что с одной стороны воздух, с другой стороны пища и жидкость идут своими путями. Имеется ряд важных подвижных структур выше и ниже ротоглотки, действующие как разделители. Это мягкое небо сверху, надгортанник и голосовые связки внизу. Как мы увидим в поздних частях тома, структуры, образующие пути для воздуха, пищи и жидкости, также участвуют в дополнительной важной функции в создании голоса. В этой части мы разберем верхние дыхательные пути. Мы осмотрим наружную часть носа, носовые полости, околоносовые синусы и носоглотку. Мы начнем с рассмотрения костных структур, окружающих эти пространства. Костное отверстие носа называется грушевидным отверстием. Внутри него имеются две носовые полости, правые и левые, разделенные по средней линии носовой перегородкой. Чтобы лучше рассмотреть внутренние части, мы срежем череп во фронтальной плоскости по этой линии. Тут много чего. Давайте сориентируемся. это твердое небо. Это дно передней черепной ямки. Это медиальные стенки глазниц. Это две носовые полости. Перегородка и их разделяющие расположены немного не по центру, что вполне нормально. Крыша каждой полости представлена решетчатой пластинкой. Она очень тонкая. Медиальная стенка каждой носовой полости представлена перегородкой. Она гладкая, ровная, как и дно. Наоборот, латеральная стенка имеет несколько особенностей. Самые примечательные это три тонких костных выступа, раковины. Это нижняя раковина. Это средняя раковина. Это значительно меньше верхняя раковина. Три раковины частично делят воздушный путь на три части. Нижний носовой ход, средний ход и верхний носовой ход. Это задняя часть глазницы. Ниже ее полое пространство в верхней челюсти. Верхнечелюстная пазуха, которую мы рассмотрим позже. Примерно на уровне дна орбиты носовая полость становится более узкой. Сужение вызвано наличием этого набора небольших полостей, решетчатых клеток. Скоро мы рассмотрим их подробнее. Чтобы лучше рассмотреть перегородку и носовую полость, мы осмотрим их на черепе, срезанном левее от средней линии. Это костная часть носовой перегородки. Она образована этой частью решетчатой кости перпендикулярной пластинкой и этой небольшой костью, с которой мы еще не были знакомы с сошником. Нижняя часть перегородки образована верхней челюстью и небной костью. Это разрезанная левая решетчатая пластинка. Этот вырос выше то, что мы уже видели, петушиный гребень. Фронтальная секция, которую мы видели, была разделена на этом уровне, сразу позади петушиного гребня. Сейчас мы удалим перегородку, чтобы лучше рассмотреть латеральную стенку носовой полости. Крыша носовой полости идет вдоль этой линии, поднимаясь к наивысшей точке по длине решетчатой пластинки. Это снова раковины. Верхняя, средняя и нижняя. В латеральной стенке носовой полости имеется ряд отверстий. Они частично скрыты раковинами. Мы скоро их увидим. Латеральная стенка носовой полости образована частично в верхней челюсти, частично решетчатой костью и частично перпендикулярной частью небной кости. Отступим назад, там, где носовая полость переходит в носоглотку. Латеральная стенка образована медиальной крыловидной пластинкой. Большие лицевые кости, окружающие носовую полость, это лобная кость, верхняя челюсть, кленовидные и решетчатые кости, полые большего или меньшего объема. Полые пространства в этих костях вмещают околоносовые синусы, которые у здорового человека заполнены воздухом. Околоносовые синусы сообщаются с носовой полостью. Чтобы рассмотреть полости синусов, мы осмотрим череп, на котором части кости, покрывающие различные синусы, были удалены. Это полость правого лобного синуса. Это левая фронтальная полость на другой стороне. Лобный синус протягивается кпереди, позади нижней части лба, а также вариабельно назад, между крышей глазницей и дном передней черепной ямки. Это полость правого верхнечелюстного синуса, также известная как верхнечелюстная пазуха. Она протягивается назад, к той части верхней челюсти, которая граничит с крыловидной верхнечелюстной щелью. Она протягивается вниз, почти до корней верхних малярных и премалярных зубов. Медиальная стенка верхнечелюстной пазухи также является латеральной стенкой носовой полости. Крыша пазухи образует большую часть дна орбиты. Клиновидные синусы занимают центральную часть клиновидной кости. Это отверстие было специально сделано, чтобы показать правый клиновидный синус. Чтобы разглядеть его лучше, мы осмотрим череп на сагитальном разрезе. Это снова правый клиновидный синус. Над клиновидным синусом расположено дно передней черепной ямки и турецкое седло. По садии расположена базилярная часть затылочной кости. Спереди от него расположена верхняя часть носовой полости. Ниже крыша носоглотки. Наконец, мы перейдем на переднюю сторону и осмотрим ряд маленьких полостей, образованных решетчатыми ячейками, вместе их считают решетчатой пазухой. Они располагаются позади носослезного канала и далее назад вдоль медиальной стенки глазницы. Как мы уже видели, решетчатые воздушные ячейки лежат между медиальной стенкой глазницы и латеральной стенкой верхней части носовой полости. Прежде чем мы пойдем дальше, мы должны наверстать кое-что, что мы оставили незаконченным в прошлой части. Изучение решетчатой кости. Мы знакомы с различными частями решетчатой кости, но до настоящего момента мы не рассматривали ее полностью. Сейчас мы это сделаем, потом мы вернемся и осмотрим отверстия синусов. Решетчатая кость это объединение хрупких частей. Лучше всего их изучать, вернувшись к черепу, срезанному во фронтальной плоскости. Все это решетчатая кость. Эта часть перпендикулярная пластинка решетчатой кости, образующая большую часть костной носовой перегородки. Этот восходящий выступ начало петушипного гребня. который вырастает изна передней черепной ямки. С каждой стороны от петушиного гребня располагаются решетчатые пластинки. Мы видели решетчатые пластинки и сверху, и снизу. Самая латеральная часть решетчатой кости это толщиной с бумагу глазничная пластинка, образующая эту часть медиальной стенки глазницы. Между глазничной пластинкой и верхней частью носовой полости находятся решетчатые ячейки, которые мы видели. Верхняя и средняя раковины также являются частями решетчатой кости. Решетчатая кость выше соединяется с лобной костью, верхней челюсти ниже и центральной частью кулиновидной кости сзади. Сейчас, когда мы осмотрели решетчатую кость, мы вернемся к полостям околоносовых пазух и посмотрим, как они сообщаются с носовой полостью. Сначала мы осмотрим отверстия лобной и верхнечелюстной пазух. Это полость лобной пазухи. Это полость пазухи верхней челюсти, видимой через искусственные отверстия. Лобная и верхнечелюстная пазухи обе открываются в эту сложную область, ниже средней раковины, которую нам нужно более детально осмотреть. На сухом черепе есть два больших непостоянных отверстия из носовой полости и верхнечелюстную пазуху, разделенные этим костным слоем, крючковатым отростком. На живом организме все это отверстие и большая часть этого закрыты мягкой тканью. Настоящее отверстие верхнечелюстной пазухи здесь сзади. Если мы посмотрим спереди, мы сможем увидеть, что отверстие немного выше на медиальной стенке верхнечелюстной пазухи. Лобный синус открывается в носовую полость путем узкого прохода лобно-носового канала. Лобно-носовой проход начинается выше крючковатого отростка и идет вверх и вперед, достигая лобной пазухи. Лобные и верхнечелюстные синусы открываются в носовую полость не полностью, а также в узкую боковую камеру, расположенную здесь, называемую воронкой. Воронка не видна на костном образце. Мы увидим это, когда будем осматривать мягкие ткани. Теперь мы осмотрим отверстия для других синусов. Клиновидный синус открывается в носовую полость здесь, выше и позади верхней раковины. Решетчатые ячейки, расположенные здесь, выше в этой области, имеют несколько маленьких отверстий в носовую полость. Некоторые из них находятся позади средней раковины, некоторые ниже ее. Есть еще два отверстия в латеральной стенке носовой полости. Отверстие носослезного канала или слезный проток. И отверстие для нервов и кровеносных сосудов. Клиновидно-небное отверстие. Как мы видели, костный проход для носослезного канала начинается здесь. Носослезный проток довольно короткий, идет вниз и назад, открываясь под нижний раковин. Вот его отверстие. Последнее отверстие, которое мы должны увидеть, клиновидно-небное отверстие. Это внутренний конец короткого тоннеля для кровеносных сосудов и нервов носа и неба. С внутренней стороны он открывается рядом с задней частью верхнего носового хода. Мы перейдем на наружную сторону и осмотрим другую сторону клинновидно-небного отверстия здесь, в глубине крыловидной, верхней челюстной расщелины. Теперь, когда мы видели костные элементы носовой полости, мы вернемся и осмотрим кости, окружающие носоглотку. Это заднее отверстие носовой полости или хуана. Ее латеральная стенка образована медиальной крыловидной пластинкой. Медиальная крыловидная пластинка оканчивается крючковидным отростком. Эта часть окрашенного материала представляет хорячь слуховой трубы. Хорячь образует неполную трубу, открытую книзу. Рядом с медиальным концом хряща имеется группа отверстий в основании черепа, которую мы видели ранее под другим углом. Овальное отверстие, остистое отверстие, отверстие сонного канала и еремное отверстие. Крыша носоглотки, образованная нижней стороной пленовидной кости и базальной частью затылочной кости, наклоняется вниз к большому затылочному отверстию. Завершая нашу картину костей, окружающих носоглотку, добавим шейные позвонки. Это передняя дуга атланта, а это зубовидный отросток осевого позвонка. Проведем обзор увиденных костных структур, окружающих верхние дыхательные пути. Это грушевидное отверстие и носовая перегородка. Это заднее отверстие для носовой полости или хуаны. Это нижняя раковина, средняя раковина и верхняя раковина. Это верхний носовой ход, средний ход и нижний носовой ход. Это полость лобного синуса, верхнечелюстного синуса, кленовидного синуса и воздушные ячейки решетчатой кости. Это решетчатые пластинки, крючковатый отросток и сошник. Это лобно-носовой проток, отверстие верхнечелюстного синуса, кленовидного синуса и воздушных ячеек решетчатой кости, задних и передних. Это отверстие носослезного канала и кленовидно-небного отверстия. Теперь, когда мы рассмотрели костные особенности носовой полости, околоносовых синусов и носоглотки, давайте посмотрим, как эти области выглядят на живом теле. Мы начнем со входа в дыхательные пути. Это характерная часть лица, наружный нос. Кожа над верхней костной частью носового каркаса тонкая и подвижная. Кожа над нижней, хрящевой частью толще, и она фиксирована к подлежащим структурам. Отверстия, образующие начало дыхательных путей, ноздри. Мы удалим кожу с одной половины носа так, что мы можем видеть подлежащие структуры. Край костного отверстия для носа грушевидное отверстие здесь. Это носовая кость. Две носовые кости соединены посередине, образуя перегородку носа. Отсюда и почти до кончика переносится образованное передним краем перегородочного хряща, который скоро увидим более полно. С каждой стороны носовой каркас образован двумя тонкими хрящевыми частями, боковым хрящом и хрящом крыла носа. Боковой хрящ тонкий и плоский. Спереди он продолжается в перегородочный хрящ. Хрящ крыла имеет две части, латеральную и медиальную ножки. латеральная ножка образует искребленный наружный каркас ноздрей. Медиальная ножка резко поворачивает назад, оканчивается здесь. Вместе две медиальные ножки образуют каркас нижней, самой передней части носовой перегородки, называемой столбиком. Чтобы хорошо рассмотреть носовую перегородку, мы разрежем кости и мягкие ткани вдоль этой линии и удалим левую часть лица. Это носовая перегородка. Давайте сориентируемся. Это передняя черепная ямка. Это костная часть неба или твердое небо с продолжающимся далее мягким небом. Это ротовая полость. Это отверстие правой носовой полости. Позади ее носоглотка, которую мы скоро осмотрим. Носовая перегородка идет отсюда, сзади вперед. Эта небольшая часть перегородки покрыта кожей. Остальная часть покрыта слоем слизистой оболочки. Мы удалим небольшую часть слизистой оболочки, чтобы оценить ее толщину. самая верхняя часть перегородки специальная обонятельная область. Она содержит волокна и нервные окончания обаятельного нерва, являющиеся чувствительными рецепторами для нашего чувства запаха. Решечная пластинка, через которую проходят обаятельные нервные волокна, находится на этом уровне. Сейчас мы удалим всю слизистую оболочку с перегородки, таким образом мы сможем рассмотреть подлежащую кость и хрящ. Эта часть перегородки образована костью, как мы уже видели. Эта часть образована перегородочным хрящом. На этом образце имеется необычный дефект хряща, вот здесь. Спереди перегородочный хрящ образует переносицу, вниз досюда, затем идет вниз и назад, где прикрепляется к этому костному выступу верхней челюсти, передней носовой ости. Сейчас мы удалим всю перегородку, так что мы сможем видеть боковую стенку и дно носовой полости. Внутренняя сторона ноздри вверх до нижней границы бокового хряща, вот здесь, называется предверием носа. Оно выслано кожей. Остальная часть носа выслана слизистой оболочкой. Это раковина, верхняя, средняя и нижняя. Слизистая оболочка, которая хвостилает, богата слизистыми железами и кровеносными сосудами. Сложные поверхности раковин выполняют важные функции увлажнения и согревания поступающего воздуха. Обонятельная область, подобно соответствующей области перегородки, содержит волокна и нервные окончания обонятельного нерва. Все околонсовые синусы и носослезный проток открываются в носовую полость. Чтобы увидеть их отверстие в носовую полость, мы удалим раковины. Нижняя раковина была здесь. Здесь под ней находятся отверстия носослезного протока. Под средней раковиной, которая была здесь, есть глубокая борозда, называемая полулунной расщелиной. Чтобы увидеть, куда она идет, мы отведем ее нижнюю границу с помощью этой нити. Эта полулунная расщелина ведет в узкую непостоянную форму камеру, называемой воронкой. Воронка получает отверстия лобного и верхнечелюстного синусов. Иногда самые передние решетчатые ячейки также открываются в воронку. Иногда, как в этом случае, они открываются отдельно, ниже средней раковины. Здесь была верхняя раковина. Самые задние решетчатые ячейки открываются под верхней раковиной. Кленовидный синус, вот эта полость, открывается вперед в самой верхней части носовой полости в кленовидном решетчатом кармане. Это полость лобного синуса на другом образце. Отверстие лобно-носового протока здесь сзади. Чтобы увидеть полости других синусов, мы взглянем снаружи на секции, в которой все мягкие ткани лица были удалены. Это полость верхнечелюстного синуса, открытая спереди. Отверстие из синуса в воронку здесь наверху это решетчатые ячейки с удаленной бумажной пластинкой. Это костное отверстие медиальной стенки глазницы также обнажает воронку. Сейчас мы вернемся и осмотрим носоглотку. Чтобы это сделать, мы вернем носовую перегородку на место. Это правая половина носоглотки. Отверстие двух носовых полостей в носоглотку это правая называется хуаной. Крыша носоглотки лежит под базиллярной частью затылочной кости. Задняя часть носоглотки лежит кпереди от атланта. Это передняя дуга атланта. В слизистой оболочке боковой стенки носоглотки имеется отчетливый внутренний изгиб, называемый трубным возвышением. Оно образовано обращенным внутрь выступом хряща слуховой трубы. Это слизистые отверстия трубы. Позади трубного возвышения есть глубокий карман, глоточный карман. Дно носоглотки образовано мягким нёбом, образующим очень подвижную границу между носоглоткой и задней частью ротовой полости. Носоглотка открывается вниз в ротоглотку. мягкое нёбо может двигаться вверх, назад и вниз. Его движения очень важны при глотании речи, производятся несколькими маленькими мышцами. Они сходятся на мягком нёбе сверху и снизу. Большинство из них прикрепляется к листу паневроза или материалу, похожему на сухожилие, занимающему эту часть мягкого нёба. В этой части мы рассмотрим нёбные мышцы, идущие только сверху. Мышцы, идущие снизу, мы рассмотрим в следующей части. Две мышцы, которые мы изучим сейчас, это поднимающее мягкое нёба и напрягающее мягкое нёба. Чтобы увидеть эти мышцы, мы удалим слизистую оболочку носоглотки. Это конец хряща слуховой трубы. Под ней располагается мышца, поднимающая мягкое нёба. Её полное имя мышца, поднимающая нёбную занавеску. Мышца, поднимающая нёбную занавеску, начинается здесь, на каменистой части височной кости. Она идёт вдоль нижней стороны слуховой трубы, спускается вниз и медиально и объединяется по средней линии с обратом с другой стороны, образуя порощу. Мышца, поднимающая нёбную занавеску, движет мягкое нёбо вверх и назад. Чтобы увидеть мышцу, напрягающую мягкое нёбо, мы удалим мышцу, поднимающую его. Это мышца, напрягающая мягкое нёбо. Она начинается от этой области над корнем медиальной крыловидной пластинки. Это край медиальной крыловидной пластинки. Волокна мышцы, напрягающие мягкое нёбо, идут вниз и вперёд к крыловидному крючку. Вот здесь. Сухожилие мышцы, напрягающей мягкое нёбо, делает полный поворот на 90 градусов вокруг крыловидного крючка. Это выходящее сухожилие. Оно идёт медиально и прикрепляется к нёбному апоневрозу. Действие этой мышцы заключается в напряжении мягкого нёба, когда язык давит вверх при акте глотания. Оно также способствует открытию слуховой трубы. Мы закончим эту часть после рассмотрения слуховой трубы. Это конец хряща слуховой трубы. Хрящ образует неполную трубу. Она открыта в нижнюю сторону. Это срезанный край слизистой оболочки, образующей реальную слуховую трубу. Она идёт назад и латеральную, достигая полости среднего уха. Функция слуховой трубы заключается в сохранении давления внутри среднего уха, равном давлению снаружи. Теперь проведём обзор верхних дыхательных путей. Это ноздри, столбик, боковой хрящ, хрящ крылоноса, перегородочный хрящ, преддверие носа и обонятельная область. Это опять раковины, верхняя, средняя и нижняя. Это носоглотка с возвышением слуховой трубы, глоточный карман и мягкое нёбо. Это полулунная расщелина и воронка. Это мышца, поднимающая нёбную занавеску, мышца, напрягающая мягкое нёбо и хрящ слуховой трубы. Мы подошли к концу части о верхних дыхательных путях. В следующей части мы осмотрим верхнюю и нижнюю челюсти и ротовую полость. ротовая полость и её окружение. В этой части мы осмотрим все структуры, относящиеся к ротовой полости и ротоглотке, за исключением нервов и кровеносных сосудов. Мы рассмотрим верхнюю и нижнюю челюсти, жевательные мышцы, потом мы изучим подъязычную кость, язык и их мышцы. Затем мы рассмотрим мышцы щёк и губ, далее зубы и слюны и железы, и наконец мы изучим глотку. Похоже, это будет длинная часть. Не рассчитывайте изучить это всё за раз. В изучении челюстей мы начнём, как всегда, с костей. В английской речи слово «челюсти» используется двумя путями. Когда мы говорим «челюсти» в обножественном числе, мы ссылаемся как к верхней, так и нижней челюсти. Когда мы говорим «челюсть» мы ссылаемся на нижнюю челюсть. Скоро мы хорошенько изучим нижнюю челюсть. До этого свяжем в памяти части лицевого черепа, которые мы будем изучать в этой части. Это скуловая дуга, окружающая височную ямку и подвисочную ямку. Это суставная поверхность височно-нижночелюстного сустава с наружным слуховым проходом и шиловидным отростком позади. Шиловидный отросток это крыловидные пластинки с крыловидной ямкой между ними. Этот острый выступ медиальная височно-нижночелюстного сустава ось кленовидной кости. челюстно-нижней Часть верхней челюсти, несущая зубы, называется альвеолярный отросток. Мы осмотрим зубы позже в этой части. Альвеолярный отросток заканчивается позади у бугра. Сейчас мы добавим нижнюю челюсть. Нижняя челюсть развивается из двух изначально отдельных костей, по одной с каждой стороны, которые сливаются здесь у симфиза. Нижняя челюсть состоит из тела и правой и левой ветвей. Угол между ветвью и телом это угол нижней челюсти. округлый выступ сочленяющийся с височной костью мышелок или мышелковый отросток. Истончение ниже это шейка. Острый тонкий выступ спереди от мышелка венечный отросток. Место прикрепления мышц как мы увидим. Провал между венечным отростком и мышелком нижнечелюстная вырезка. Угол нижней челюсти грубый снаружи и изнутри где прикрепляется пара мышц медиальная крыловидная изнутри и сжевательная снаружи которую мы скоро увидим. Тело нижней челюсти состоит из основания и альвеолярного отростка. Тело наклонено кверху и внутрь. Немного с наружной стороны значительнее с внутренней стороны. Задняя часть альвеолярного отростка выступает медиально над этой поднижно-челюстной ямкой. Этот выступ подсредней линии подбородочный выступ. Изнутри имеется грубая область подбородочная ось к ней прикрепляется две пары мышц подбородочная подъязычная и подбородочно-язычная мышца. С внутренней стороны нижней челюсти имеется это утолщение ниже венечного отростка основания нижней челюсти. Посредине ветви на уровне с верхушками зубов имеется нижнечелюстное отверстие. Спереди от него есть небольшой восходящий выступ язычок. Нижнечелюстное отверстие начало тоннеля для нижнего альвеолярного нерва и кровеносных сосудов. Главная ветвь нерва выходит наружу через подбородочное отверстие. Теперь, когда мы рассмотрели нижнюю челюсть, давайте осмотрим сустав, позволяющий ей двигаться. Височно-нижнечелюстной сустав. Это синавиальный сустав с суставным хрящом на костных поверхностях и суставной капсулой, заключающей синавиальную жидкость. Это двойной сустав. Имеется две отдельные синавиальные полости, одна на другой. Они разделены суставным диском, гибким и очень подвижным. Эта компоновка определяет два вида движений, как мы увидим. Вот как две суставные поверхности выглядят на живом теле. Они немного разной формы. Суставная поверхность мышелка изогнута прямо спереди назад. Она почти остроконечно на верхушке. Суставная поверхность височной кости имеет двойное искривление. Это вогнутая часть нижнечелюстная ямка. Эта выпуклая часть образована нисходящим выступом суставного бугорка. Это височно-нижнечелюстной сустав с нетронутой капсулой. Большая часть капсулы тонкая и свободная. Определяет различные движения, как мы увидим. С боковой стороны капсула утолщена этой боковой связкой. Суставной диск внутри сустава здесь. Чтобы увидеть его, мы уберем часть капсулы выше и ниже. Это верхняя суставная полость, это нижняя. Здесь между ними расположен суставной диск. Он сделан из плотной соединительной ткани. Он прикреплен к суставной капсуле по всему своему краю. Это собственно суставной диск. Он тонкий спереди и толстый сзади. Он немного гибкий. Два вида движений, происходящие в височно-нижнечелюстном суставе, это шарнирные движения и переднее и заднее скольжение. Шарнирные движения возникают между мышелком и диском. Заднее и переднее движения имеют место в основном между диском височной поверхностью. Нормальное открытие и закрытие челюсти это комбинация двух движений. Если вы поставите свой палец здесь, вы сможете почувствовать движущийся вперед мышелок при открытии челюсти. Движение вперед тела нижней челюсти удерживается двумя связками, лежащими снаружи от височно-нижнечелюстного сустава. Мы их добавим после того, как рассмотрим четыре основные мышцы, двигающие челюсть. Двинемся далее к изучению этих четырех мышц. Вместе они известны как жевательные мышцы. Мышцы, закрывающие рот, гораздо более сильные, чем мышцы, открывающие его. Закрытие производится тремя большими мышцами с каждой стороны, медиальной крыловидной, височной и жевательной. Открытие производится латеральной крыловидной мышцей, которую мы скоро увидим, и некоторыми меньшими мышцами под нижней челюстью. Их мы добавим позже. Из четырех мышц, которые мы будем сейчас рассматривать, мы начнем с той, которая сложнее всего увидеть латеральной крыловидной. Чтобы хорошо ее рассмотреть, мы ударили венечный отросток и скуловую дугу. Это позволит нам увидеть подвисочную ямку и позади нее латеральную крыловидную пластинку. Это латеральная крыловидная мышца. Она достаточно мала. Латеральная крыловидная мышца начинается частично от нижней стороны большого крыла кленовидной кости и частично от латеральной стороны латеральной крыловидной пластинки. Волокна латеральной крыловидной мышцы идут назад и немного латерально. Мы перейдем на медиальную сторону, чтобы увидеть, куда они идут. Латеральная крыловидная мышца прикрепляется в основном к этому углублению спереди от мышцелкового отростка. латеральная крыловидная мышца также прикрепляется к капсуле височно-нижнечелюстного сустава и спереди края суставного диска. Эти окна в капсуле были сделаны искусственно, как и в предыдущем кадре. Теперь, когда мы видели латеральную крыловидную мышцу, мы добавим медиальную крыловидную мышцу. Медиальная крыловидная мышца крупнее латеральной и идет немного в другом направлении. Медиальная крыловидная мышца начинается от обеих крыловидных пластинок. От медиальной стороны латеральной пластинки и от латеральной стороны медиальной, а также от этого угла верхней челюсти, бугра. Волокна медиальной крыловидной мышцы идут вниз, назад и латерально. Они прикрепляются здесь, вдоль внутренней стороны угла нижней челюсти. Прежде чем добавить следующую мышцу, височную, мы вернем на место венечный отросток. Это височная мышца, крупнейшая жевательная мышца. Она имеет форму веера. Височная мышца начинается от широкой области, с боковой стороны черепа. Волокна височной мышцы сходятся сверху и сзади к венечному отростку. Они прикрепляются к наружной и внутренней сторонами венечного отростка, а также здесь, к передней части ветви нижней челюсти. Сейчас мы вернем обратно скуловую дугу. Височная мышца лежит под скуловой дугой. Недалеко от своего прикрепления высочная мышца толстая. Она занимает всю подвисочную ямку. Височная мышца покрыта этим плотным слоем глубокой височной фасции. Фасция прикрепляется кости вдоль скуловой дуги и по височной линии. Наконец, мы добавим жевательную мышцу. Это жевательная мышца. жевательная толстая и мощная мышца. Жевательная мышца начинается от передних двух третий нижней границы скуловой дуги с наружной стороны и по всей длине дуги с внутренней стороны. волокна жевательной мышцы начинающиеся снаружи идут вниз и назад. Волокна с внутренней стороны идут прямо вниз. Жевательная мышца прикрепляется к этой широкой области угла и ветви нижней челюсти. Жевательная мышца снаружи и медиальная крыла видная мышца изнутри сходится к углу нижней челюсти похожим образом. Сейчас рассмотрим действия увиденных мышц. Закрытие челюсти осуществляется верхней тягой височной жевательной и медиальной крыловидной мышц. Открытие челюсти происходит частично за счет силы тяжести, частично за счет передней тяги латеральных крыловидных мышц и частично за счет задней и нижней тяги мышц, которые мы скоро увидим, которые действуют при помощи подъязычной кости. Мы еще не видели две добавочные связки, ограничивающие передние движения нижней челюсти. Это шило-нижночелюстная связка и клиновидно-нижночелюстная связка. Шило-нижночелюстная связка идет от шиловидного отростка к углу нижней челюсти. Клиновидно-нижночелюстная связка идет от этого маленького выступа, к клиновидной ости, к язычку. Теперь, когда мы осмотрели нижнюю челюсть и основные двигающие ее мышцы, мы перейдем к рассмотрению маленькой, но важной кости, которую мы еще не видели, подъязычной кости. Подъязычная кость тонкая и У-образная. Она подвешена под нижней челюстью. Она не имеет прямого прикрепления к другим костям. Здесь вы можете почувствовать собственную подъязычную кость и можете сдвинуть ее в сторону. Вместе с прикрепленными мышцами подъязычная кость имеет две важные функции. Она удерживает язык, который сидит на ней. Также она удерживает глотку, которая висит под ней. Она также передает силу мышц, помогающих открывать челюсть. Рассмотрим подъязычную кость. Это широкая центральная часть тела. Его обращенная вперед верхняя поверхность выпуклая с гранями для прикрепления множества мышц, которые мы скоро изучим. Обращенная назад нижняя поверхность тела сильно вогнутая. С каждой стороны есть длинная тонкая часть подъязычной кости, большой рог. Большой рог прикреплен к телу маленьким сеновиальным сеновиальным суставом, который дает небольшую мобильность. Этот небольшой выступ маленький рог. Когда структура выше и ниже отдыхает, подъязычная кость лежит под нижним краем нижней челюсти. Во фронтальной плоскости тела подъязычной кости находится на линии с последним коренным зубом. Из позиции покоя подъязычная кость может сдвинуться вверх и вниз, вперед и назад мышцами, прикрепленными к ней. Сейчас мы осмотрим мышцы, удерживающие подъязычную кость на месте и вызывающие ее движение. Всего их семь пар. Две тянут подъязычную кость вверх и вперед, одна тянет ее вверх и назад, одна тянет ее вверх по типу блока и три тянут ее вниз. Мы начнем с двух пар мышц, которые тянут подъязычную кость вверх и вперед, челюстно-подъязычной и подбородочно-подъязычной мышц. Это две челюстно-подъязычные мышцы. Между ними имеется протяжный мышечный тяж, образующий подвижные дно ротовой полости. Челюстно-подъязычная мышца начинается от челюстно-подъязычной борозды на нижней челюсти. Большинство ее волокон идут вниз имедиально, объединяясь по средней линии с волокнами противоположной стороны, от симфиза нижней челюсти до тела подъязычной кости. Большинство задних волокон челюстно-подъязычной мышцы прикрепляется здесь, на теле подъязычной кости. Челюстно-подъязычная мышца имеет свободную заднюю границу, которая идет прямо вниз при виде сбоку, также немного внутрь при виде сзади. Сейчас мы добавим две подбородочно-подъязычные мышцы. Вот они. Они лежат выше челюстно-подъязычных. С каждой стороны подбородочно-подъязычная мышца начинается от нижней части подбородочной ости. Она прикрепляется здесь, к телу подъязычной кости. Сейчас мы добавим основание черепа и мышцу, тянущее вверх и назад, шило-подъязычную. Это шило-подъязычная мышца. Она длинная и тонкая. Над местом ее прикрепления в мышце имеется отверстие. Как мы увидим, через это отверстие проходит двубрюшная мышца. Шило-подъязычная мышца начинается с латеральной стороны шиловидного отростка. Она прикрепляется на основании большого рога подъязычной кости. Далее мы добавим двубрюшную мышцу. Вот она. двубрюшная мышца необычна тем, что имеет два брюшка, переднее и заднее, соединенные посередине сухожилием. Задняя брюшка начинается от двубрюшной вырезки с нижней стороны височной кости и с медиальной стороны сосцевидного отростка. Начало грудино-ключичной сосцевидной и ременной мышц, которые были удалены, лежат от него. Задняя брюшка сужается до сухожилия, которое идет между двумя полосками шилы подъязычной мышцы. Двубрюшное сухожилие потом идет через петлю соединительной ткани, с помощью которой оно привязано к подъязычной кости. Сухожилие далее переходит наружу в переднее брюшко, которое идет почти прямо вперед и ниже челюстно-подъязычной мышцы. Оно прикрепляется ниже, на внутренней стороне тела нижней челюсти, латеральной средней линии. Наконец, мы коротко изучим прикрепление трех мышц, тянувшую подъязычную кость вниз. Это лопаточно-подъязычная, грудина-подъязычная и щита-подъязычная мышцы, известные вместе как подъязычные мышцы. Это тело подъязычной кости. Это верхний конец лопаточно-подъязычной мышцы, которая идет вниз к лопатке. Медиальная ее грудинно-подъязычная мышца, идущая к грудине. Позади этих двух располагается короткая щита-подъязычная мышца, идущая вниз к структуре, которую мы еще не видели, щитовидному хрящу. Эти мышцы прикрепляются к краю тела подъязычной кости. Щита-подъязычная здесь, лопаточно-подъязычная здесь, и грудинно-подъязычная здесь. Мы рассмотрим эти три мышцы более полно попозже. Подподъязычные мышцы тянут подъязычную кость вниз. Действуя вместе с двубрюшной мышцей, подподъязычные мышцы участвуют в открывании рта. Действия других, нами увиденных, подъязычных мышц, очевидно, зависят от направления их волокон. Теперь, когда мы изучили подъязычные кости и мышцы, удерживающие ее на месте и двигающие ее, мы перейдем к рассмотрению языка. Форма передней подвижной части языка привычна нам, благодаря ежедневным встречам. Возможно, удивительно узнать, насколько большую часть языка мы не видим спереди. Язык протягивается далеко назад и вниз. Чтобы увидеть весь язык, давайте осмотрим образец на сагитальном срезе. Все это досюда язык. Язык почти полностью состоит из мышцы, покрытой специализированной слизистой оболочкой. Свободно подвижная передняя часть языка почти заполняет ротовую полость. Массивная задняя часть языка менее подвижная, обращена назад в ротоглотку. Эта структура ниже и позади задней части языка над гортанник. Мы рассмотрим его в следующей части. Чтобы рассмотреть весь язык, мы изучим образец, состоящий только из языка, нижней челюсти и подъязычной кости. Это челюстно-подъязычная мышца. Тело подъязычной кости здесь. Это большой рот. Сначала мы осмотрим язык снаружи. Язык покрыт слизистой оболочкой на верхушке, с боков, а также здесь спереди и с нижней стороны. Слизистая оболочка языка продолжается в слизистую оболочку, покрывающую дно рта и альвеолярный отросток. Между альвеолярным отростком и боковой стороной языка есть глубокая впадина. Это выступающая складка под средней линией уздечка. С каждой стороны от нее открывается поднижний челюстной проток, как мы увидим попозже. Слизистая оболочка корня языка тонкая и подвижная. С боков и поверхней поверхности слизистая толстая, плотно прикрепленная к подлежащей мышце и покрыта выступами, называемыми сосочками. Крупнейшие из них желобоватые сосочки в заднем ряду. Это неглубокая ямка по средней линии с слепой отверстием. Мышцы, образующие массу языка, внутренние мышцы, идущие от одной части языка к другой. Наружная мышца прикрепляется к кости. С каждой стороны есть три наружных мышцы. Из этих двух, крупнейшие, которые мы сейчас рассмотрим, это подъязычная и подбородочная язычная мышцы. Другую, шилоязычную мышцу, мы рассмотрим позже. Чтобы рассмотреть основные наружные мышцы, мы разрежем нижнюю челюсть вдоль этой линии и удалим ветвь и альвеолярный отросток. Мы также удалим всю слизистую оболочку вниз от этой линии. Это подъязычная и подбородочно-язычная мышца, вместе формирующие корень языка. Чтобы увидеть всю протяженность подбородочно-язычной мышцы, мы ненадолго удалим подъязычную мышцу. Все это подбородочно-язычная мышца. Подбородочно-язычная мышца начинается над подбородочно-подъязычной, от верхней части подбородочной ости. Ее волокна расходятся, самые верхние перекидываются вперед, почти к кончику языка. Нижние идут назад, к самой задней части языка. Подбородочно-язычная мышца сжимает язык и тянет его вперед. Сейчас мы вернем подъязычную мышцу. Подъязычная мышца это тонкий плоский мышечный листок. Ее волокна идут вверх и вперед. Подъязычная мышца начинается по всей длине большого рога подъязычной кости, это большой рог, и оканчивается здесь, вдоль стороны языка. Подъязычная мышца разглаживает язык и тянет его назад и вниз. Здесь, вдоль подъязычной мышцы, расположена третья наружная косая мышца языка, шилоязычная, идущая сзади. Мы рассмотрим ее позже. Это челюстно-подъязычная мышца, видимая сзади. Через пространство между челюстно-подъязычной и подъязычной мышцами проходят нервы языка и поднижен челюстно-челюстной проток, как мы увидим в следующей части. Внутренние мышцы языка, которые мы детально изучать не будем, идут как вдоль, так и поперек языка, выше и между наружных мышц. Они ответственны за множество тонких движений, участвующих в поглощении пищи и речи. В этой части мы рассмотрели много мышц. Жевательные мышцы, мышцы подъязычной кости и наружные мышцы языка. Позже, в этой части, когда мы будем изучать слюны, железо и глотку, у нас будет шанс увидеть, как эти мышцы вместе расположены. Прежде чем мы перейдем дальше, проведем обзор увиденных в этой части структур. Это ветвь нижней челюсти, это тело, образованное альвеолярным отростком и основанием. Это угол, мышелок, шейка, венечный отросток и вырезка нижней челюсти. Это симфис, подбородочный выступ, основание нижней челюсти, нижнечелюстное отверстие, язычок, челюстно-подъязычная линия, поднижнечелюстная ямка и подбородочная ость. Это височно-нижнечелюстной сустав, суставной диск, шило-нижнечелюстная связка и клиновидно-нижнечелюстная связка. Это латеральные крыловидные мышцы, медиальные крыловидные мышцы, височные и сжевательные мышцы. у подъязычной кости это тело, большой рог и меньший рог. Это челюстно-подъязычные мышцы, подбородочно-подъязычная, шило-подъязычная, двубрюшная, лопаточно-подъязычная, грудина-подъязычная и щита-подъязычной мышцы. Это подбородочно-язычная, а это подъязычная мышца. Сейчас мы проведем общий осмотр ротовой полости и ее некоторые важные рядом связанные структуры. Сначала мы осмотрим форму и протяженность ротовой полости. Далее мы осмотрим мышцы щек и губ, далее зубы, потом слюнные железы. Чтобы понять форму ротовой полости и ее протяженность, мы осмотрим ее ножевой модели. Это язык, это небо, это внутренняя сторона альвеолярного отростка верхней и нижней челюсти. Альвеолярные отростки верхней и нижней челюстей вместе с верхними и нижними зубами выступают в ротовую полость сверху и снизу. Они разделяют ротовую полость на внутреннюю и наружную части. верхние и нижние десны образованы слизистой оболочкой, покрывающей альвеолярные отростки снаружи и изнутри. Наружная часть ротовой полости преддверия лежит между зубами и деснами изнутри и щеками с губами снаружи. Слизистая оболочка губ и щек продолжается сверху и снизу в слизистую оболочку десен. внутренняя часть полости перекрыта сверху твердым небом и далее снизу мягким небом который оканчивается язычком. Здесь сзади она перекрыта снизу в основном языком и частично слизистой оболочкой дна рта. Чтобы увидеть особенности задней части ротовой полости мы осмотрим вскрытый образец разрезанный по средней линии. На этом образце отсутствуют некоторые зубы. Слизистая оболочка выстилающей щеки проходит медиально позади последнего моляра и продолжается в слизистую оболочку внутренней части ротовой полости. Здесь передняя часть ветви нижней челюсти. Чтобы осмотреть стенку ротовой полости дальше сзади мы сдвинем мягкое небо назад. Это складка слизистой идущей от мягкого неба к языку сбоку небно-язычная душка. Она действует как дамба предотвращая протекание жидкости назад сбоку от языка. Это менее заметная складка небно-глоточная душка. Этот треугольник между двумя дужками занят на начальных этапах развития выступающей массой лимфоидной ткани миндалиной. Позднее, как на этом образце миндалин атрофируется. Это небно-язычная душка у молодого человека. Здесь позади нее миндалина. Мы рассмотрим мягкое небо и ротоглотку в конце этой части. Теперь, когда мы осмотрели всю форму ротовой полости, мы перейдем к рассмотрению мышц щек и губ. Мышцы, которые мы будем рассматривать, это щечные, образующие мышечные слощики и комплекс мышц окружающих рот, вместе называемых круговыми мышцами рта. Перед рассмотрением этих мышц нам необходимо познакомиться с ухожильной структурой, которой прикрепляются задние волокна щечной мышцы, крыло нижнечелюстной связкой. Ее также называют крыло нижнечелюстной шов. Крыло нижнечелюстная связка представлена этим кусочком материала, идет от крючка крыловидного отростка к заднему концу челюстно-подъязычной линии. Две мышцы начинаются от этой связки, щечная спереди и верхний констриктор глотки сзади. Крыло нижнечелюстная связка может растягиваться, приспосабливая движение челюсти. Теперь, чтобы увидеть мышцы щек и губ, мы рассмотрим препарат, где кожа и подкожный жир были удалены с нижней части лица. Мимические мышцы также были удалены. Это круговые мышцы рта. Это щечная мышца. Они обе тесно связаны. Сначала рассмотрим щечную мышцу. Здесь она частично скрытожевательна, которую мы удалим. щечная мышца это тонкий мышечный мешок, повторяющий контуры слизистой оболочки преддверия. Она имеет длинную линию начала. Щечная мышца начинается от верхней челюсти и от нижней челюсти, вдоль этих линий. Выше линия прикрепляется сзади бугра верхней челюсти. ниже она загибается на основании нижней челюсти. Между этими двумя точками самые задние волокна щечной мышцы начинаются от крыла нижней челюстной связки. Щечная мышца идет вперед и разделяется у угла рта. Ее волокна продолжаются вперед, становясь самой глубокой частью круговых мышц рта. Комплекс круговых мышц рта окружает отверстие рта. Он состоит частично из внутренних волокон, но в основном образован волокнами других мышц, глубже продолжением волокон щечной мышцы, а на более поверхностном уровне этими мимическими мышцами. Мы хорошо изучим их в последней части этого тома. Действия круговых мышц рта заключается в сжимании губ, закрывающих рот. Действие щечной мышцы заключается в предотвращении раздувания, когда мы повышаем наше давление внутри рта. Это происходит, когда мы расслабляем щечные мышцы. Теперь, когда мы рассмотрели мышцы щек и губ, мы перейдем к рассмотрению зубов. Это нижние зубы молодого взрослого. При полном наборе зубов имеется 16 визу. Всего 32. В каждом квандранте имеется два резца. Один клык, два премоляра и три моляра. Индивидуальные три моляра были удалены. Резцы плоские и имеют форму долото. Клык имеет коническую коронку и массивный корень, образующий выступ десны. Премоляры широкие и короткие спереди назад. Они имеют два выступающих кончика. Моляры длиннее спереди назад, чем премоляры и имеют от трех до пяти кончиков. Каждый зуб состоит из коронки, выступающей над десной, и корня или корней, вставленных в кость. кончик корня называется вершин. Коронка и корень встречаются у этого небольшого сужения шейки. Снаружи коронка покрыта очень твердой эмалью. Внутренняя часть коронки и корни сделаны из дентина. зуб фиксирован к окружающей кости слоем специальной надкосницы, периодонтальной, мембраной или связкой. Пространство внутри зуба полость пульпы. Пульпа зуба содержит кровеносные сосуды и нервы, входящие через верхушечный канал. Резцы и клыки имеют один корень. Примоляры имеют единственный корень, разветвляющийся на конце. Моляры имеют несколько корней. Верхние имеют три, нижние обычно два. Теперь, когда мы осмотрели зубы, перейдем к изучению желез, производящих слюну, слюну желез. Всего три слюны железа. Околоушные железа сбоку от лица, поднижнечелюстная железа по телу нижней челюсти и подъязычные железа на дне рта. Сначала осмотрим околоушную. Часть околоушной железы лежит поверхностно, в задней части щеки. Часть ее лежит глубже в пространстве, между ветвью нижней челюсти и грудиной ключично-сосцевидной мышцей. Сначала осмотрим глубокую часть. Чтобы изучить глубокую часть околоучной железы, мы начнем с препарата, у которого вся железа была удалена. Это хорошая возможность увидеть в одном месте ряд структур, которые мы изучили отдельно. Давайте оглядимся. Это задняя граница ветви нижней челюсти. Это скуловая дуга. Это наружный слуховой проход. Это сосцевидный отросток. Это грудино-ключично-сосцевидная мышца. Это желательная мышца. Вот это пространство занимает глубокая часть околоушной железы. Это задняя брюшка двубрюшной мышцы, лежащая глубже грудино-ключично-сосцевидной. Это шиловидный отросток и шилоподъязычная мышца. Здесь, позади шиловидного отростка, выходит ствол важного нерва, лицевого нерва. Лицевой нерв, проводящий двигателю иннервацию всем мимическим мышцам, имеет важные взаимоотношения с околоушной железой. Он идет через нее, разделяясь на несколько ветвей. Теперь, когда мы видели пространство, занятое глубокой частью околоушной железы, мы добавим эту глубокую часть. Это поверхность околоушной железы. Здесь опять грудиноключично-сосцевидная жевательная мышца и ветвь нижней челюсти. Прежде чем мы добавим поверхностную часть околоушной железы, мы добавим лицевой нерв. Это ствол лицевого нерва, входящий в околоушную железу сзади. Ветви лицевого нерва расходятся вверх, вперед и вниз. Мы более подробно изучим лицевой нерв в следующем томе. Здесь нас интересует только его взаимоотношение с околоушной железой. Сейчас мы добавим поверхностную часть железы. Вот она. Поверхностная часть околоушной железы покрывает заднюю часть жевательной мышцы. Она тянется по-разному. Обычно протягивается вверх до сколовой дуги и вниз до угла нижней челюсти. Она также может покрывать передний край грудинно-ключичной сосцевидной мышцы. Слюна, секретируемая околоушной железой, проходит в околоушенный проток, выходящий из переднего края железы, и проходит вперед через передний край жевательной мышцы. Околоушной проток входит в ротовую полость, проходя через щечную мышцу и через подлежащую слизистую. Это примерно на уровне второго верхнего малярного зуба. Следом мы осмотрим поднижнечелюстную железу. Поднижнечелюстная железа лежит под задней частью тела нижней челюсти. Мы начнем с изучения образца, где железа была удалена. Снова предоставляется удобный случай для обзора костной и мышечной анатомии. Это тело нижней челюсти. Это тело подъязычной кости. Это переднее брюшко двубрюшной мышцы. Это ее сухожилие, проходящее через шилоподъязычную мышцу. Это челюстно-подъязычная мышца. Это шило-язычная мышца. Здесь, глубже двубрюшной, располагается подъязычная мышца. Сейчас мы добавим поднижно-челюстную железу. Вот она. Поднижно-челюстная железа загибается назад у свободного края челюстно-подъязычной мышцы. Таким образом, она имеет поверхностную часть, которую мы здесь можем видеть, и глубокую часть. Чтобы увидеть глубокую часть, мы удалим поверхностную часть. Это срезанный край глубокой части поднижно-челюстной железы, между челюстно-подъязычной и шилой подъязычной мышцами. Она тянется вперед, примерно досюда. Слюна, произведенная поднижно-челюстной железой, поступает под нижно-челюстной проток, который идет вперед в дне рта. Чтобы увидеть проток, а также третью слюную железу, подъязычную железу, мы осмотрим образец, состоящий из нижней челюсти, языка и дна рта. Мы удалим альвеолярный отросток и слизистую оболочку. Здесь сразу под слизистой оболочкой располагается подъязычная железа, которую мы скоро увидим, а сейчас мы удалим ее тоже, чтобы увидеть поднижно-челюстной проток. Поднижно-челюстной проток идет вперед в дне рта, вдоль основания языка. Он оканчивается здесь, рядом с уздечкой. Чтобы увидеть, где он начинается, мы перейдем назад. Это поднижно-челюстной проток. Это поднижно-челюстная железа. Проток идет вперед, промежутки между челюстно-подъязычной мышцей и мышцами по сторонам языка, подъязычной и шилоязычной мышцами. Сейчас мы опять перейдем наперед и вернем подъязычную железу на место. Подъязычная железа тонкая, плоская и немного рассеянная. Она лежит вдоль основания языка, латерально к подбородочной язычной мышце. Слюна, образуемая подъязычной железой, попадает в ротовую полость путем нескольких очень маленьких отверстий в слизистой оболочке дна рта. Отверстия слишком малы, чтобы их увидеть. Теперь, когда мы рассмотрели слюны и железа, мы завершим ртовую полость, изучив глотку. Чтобы разобраться с нижней частью глотки, мы должны изучить две важные структуры, которые мы еще не видели, щитовидный и перстневидный хрящи. Это щитовидный хрящ ниже подъязычной кости. Под щитовидным хрящом находится перстневидный хрящ. Вот это щитовидный и перстневидный хрящи вместе. Перстневидный хрящ частично прикрыт более крупным щитовидным хрящом. Сначала мы осмотрим щитовидный хрящ. Щитовидный хрящ состоит из двух немного изогнутых пластинок. Пластинки соединяются вместе спереди, они широко разделены сзади. Пластинки встречаются под углом 120 градусов у женщин и 90 у мужчин. Это женский образец. У мужчин щитовидный хрящ выступает вперед, образуя гортанный выступ, известный также как адамово яблоко. Выше две пластинки образуют V-образную вырезку, верхнюю щитовидную вырезку, которую легко прощупать сразу над гортанным выступом. По сторонам от пластинки имеются два выступа, верхней и нижней бугорки. Они соединены этим небольшим хребтом, косой линией, это место прикрепления мышц, как мы увидим. Задний край каждой пластинки продолжается вверх и вниз с образованием двух выростов, верхнего рога и нижнего рога. Верхний рог направлен вверх и назад. Нижний рог направлен вниз. Щитовидный хрящ подвешен прямо под подъязычной костью. Верхний край щитовидного хряща имеет ту же кривизну, что и дуга подъязычной кости. Щитовидный хрящ подвешен к подъязычной кости этой мембраной, щитоподъязычной мембраной. С каждой стороны задняя часть мембраны утолщена, образуя боковую щитоподъязычную связку. Нижний рог щитовидного хряща сочленняется с перстневидным хрящом путем перстня щитовидного сустава. В отличие от щитовидного хряща открытого сзади, перстневидный хрящ образует полное кольцо. Давайте осмотрим перстневидный хрящ. Он гораздо выше сзади, чем спереди. узкая часть спереди это дуга, высокая часть сзади пластинка. Нижний рог щитовидного хряща сочленяется здесь. Ниже перстневидный хрящ продолжается верхний конец трахеи. Перстневидный и щитовидный хрящи образуют каркас для гортани. Мы увидим их в этой роли в следующей части этого тома. Мы интересуемся ими в этой части, так как здесь прикрепляется несколько важных мышц нижней части глотки. Давайте осмотрим глотку. Чтобы рассмотреть глотку сбоку, мы начнем с секции, где присутствуют все шейные мышцы. Части глотки мы можем видеть только здесь и здесь. для лучшего вида мы удалим грудино-ключично-сосцевидную мышцу. Мы также удалим все подлежащие нервы и кровеносные сосуды. Это, спереди от позвоночного столба, расположены длинные мышцы головы и шеи. Ниже под ними лестничные мышцы. Это нижняя половина глотки. Глотка лежит спереди от длинных мышц. Чтобы увидеть всю глотку сзади, мы удалим позвоночный столб и все шейные мышцы. Это глотка. Глотка тянется от основания черепа к затылку на уровне верхушки ключицы. Верхняя часть глотки частично спрятана двубрюшной мышцей, которые мы удалим. Верхняя часть глотки прикрыта также шиловидным отростком и тремя мышцами, спускающимися от него. Шило подъязычной мышцей, которые мы удалим, и двумя другими тонкими мышцами, которые мы скоро встретим. Шило язычной и шило глоточной. Сейчас мы удалим их тоже, вместе с шиловидным отростком. Сейчас мы наконец можем рассмотреть всю глотку. Здесь выше глотки основание затылочной кости. Это затылочные мышелки. Это медиальная крыловидная мышца, наклоняется вниз от медиальной крыловидной пластинки. Вот она. стенка глотки образована мышечным слоем, высланным слизистой оболочкой. Мышечный слой состоит из трех листков констрикторов верхнего, среднего и нижнего. Они перекрываются сзади, мышца выше, внутри мышцы ниже. Это нижний констриктор. Это средний констриктор. Это верхний констриктор. Верхний констриктор очень тонкий. Его волокна начинаются от нижней части медиальной крыловидной пластинки, крючка, крылы нижней челюстной полоски, а также сбоку от языка. Верхний констриктор имеет свободную верхнюю границу. Над ним стенка глотки образована этим слоем фасцией, глодочно-базиллярной фасцией. Верхние волокна верхнего констриктора прикрепляются к основанию затылочной кости. Остальные волокна встречаются по средней линии с волокнами противоположной стороны, протягиваясь вниз внутри среднего констриктора. Это средний констриктор. Он толще. Средний констриктор начинается от маленького и большого рогов подъязычной кости. Это кончик большого рога подъязычной кости. Это край латеральной щиты подъязычной связки. Волокна среднего констриктора расходятся, встречаясь с таким же противоположной стороны, отсюда до сюда внутри нижнего констриктора. Это верхний край нижнего констриктора. Он толще, чем средний констриктор. Нижний констриктор начинается сзади косой линии на щитовидном хряще, а также сбоку от перстневидного хряща. Его волокна разделяются, встречаются с волокнами другой стороны отсюда до сюда ниже. Нижний конец нижнего констриктора продолжается в мышечную оболочку пищевода. Нижнюю часть нижнего констриктора, которая функциональна отдельно от остальной мышцы, относит к перстневидной глоточной мышце. Она образует сфинктер вокруг верхнего конца пищевода. Завершая рассмотрение верхней части глотки, мы вернем шиловидный отросток вместе с двумя из трех его мышц. Длинная шилоязычная, короткая шилоглоточная. шилоглоточная спускается снаружи от верхнего констриктора и проходит в стенку глотки между верхним и средним констрикторами. Шилоязычная идет вниз и вперед вдоль верхнего констриктора и входит в заднюю часть языка, объединяясь подъязычной мышцей. Дополним нашу картину глотки рассмотрением образца на сагитальном разрезе. Осматривая глотку изнутри, мы сможем увидеть мышцы неба, которые мы оставили без внимания в прошлой части. Это глотка. По всей длине задняя стенка глотки лежит спереди тел позвонков и длинных мышц со слоем свободной фасции, которая ограничивает движение. Спереди глотка открывается в носовую полость, ротовую полость и горта. Выше она открывается латерально в слуховую трубу, как мы увидим. Здесь внизу она открывается в пищевод. Глотку часто разделяют на три части. Носоглотку, которую мы уже осмотрели, ротоглотку и гипоглотку, также называемую гортаноглоткой. Мышцы неба, которые мы еще не видели, находятся прямо под слизистой, которые мы удалим. Это небноязычная мышца. Она начинается здесь от небного апоневроза и идет вниз и вперед. Прикрепляется у стороны языка. Небноязычная мышца тянет мягкое небо вниз и вперед. Это небно-глоточная мышца. Она начинается частично от края твердого неба и частично от небного апоневроза. Небно-глоточная мышца идет вниз и назад, смешиваясь со слоем продольной мышцы, выстилающим нижнюю часть глотки. Нижние волокна дневно-глоточной мышцы прикрепляются здесь, на заднем краю щитовидного хряща. Дневноязычная мышца лежит внутри констрикторов, почти полностью скрывая их на этом медиальном обзоре. Отсюда нам видна только верхняя часть верхнего констриктора. Рассмотрим его поближе. Это верхняя свободная граница верхнего констриктора, идущие к нам сверху структуры мы видели ранее в этой части. Мышцу, поднимающую небную занавеску, напрягающую небную занавеску и хрящ слуховой трубы. Сейчас проведем обзор ротовой полости мышц, щек и губ, зубов, слюнных желез и глотки. Это десны, твердое небо, мягкое небо и язычок. Это небноязычная дуга и небно-глоточная дуга. Это миндалина. Это крыло-нижночелюстная полоска, щечная мышца и круговая мышца рта. Это зубы, резцы, клыки, премоляры и маляры. Это коронка зуба, корень и верхушка. Это шейка, полость пульпы, верхушечный канал и периодонтальная мембрана. Это околоушная слюная железа и околоушный проток. Это поднижночелюстная железа и ее проток. Это подъязычная железа. Это щитовидный хрящ. Это перстневидный хрящ. Это верхний, средний и нижний констрикторы. Это шилоязычная и шилоглоточная мышцы. Это небноязычная и небноглоточная мышцы. Это приводит нас к концу этой длинной части ротовой полости и окружающих ее структурах. В следующей части мы осмотрим гортань и окружающие ее структуры. Гортань и ее окружение Гортань контролирует прохождение воздуха в трахею и из нее. Мышцы гортани могут как открывать, так и закрывать воздушный проход. Вдобавок, мышцы гортани регулируют длину и напряжение голосовых связок, производящих звуки голоса. Мы начнем с изучения положения гортани и как она выглядит сзади и сверху. Далее мы рассмотрим хрящи гортани и голосовые связки. Потом мы рассмотрим мышцы и производимые ими движения. В конце этой части мы также увидим подподъязычные мышцы спереди гортани и щитовидную железу ниже гортани. Мы начнем с изучения шеи спереди, с удаленной только кожей и подкожными тканями. Мы удалим грудинно-ключично-сосцевидные мышцы и ключицы. А также мы удалим эти тонкие мышцы, подподъязычные мышцы. Мы увидим их позже. Это щитовидная железа. Мы тоже рассмотрим ее позднее. Сейчас мы удалим ее. Это щитовидный хрящ. Здесь, ниже его, крестневидный хрящ, спрятанный перстно-щитовидной мышцей. Эти два хряща образуют каркас гортани. Щитовидный хрящ подвержен подподъязычной костью. Вот она. С помощью щита подъязычной мембраны. Ниже перстневидный хрящ продолжается верхнюю часть трахеи. Здесь, с каждой стороны, имеется рукав и соединительные ткани, содержащие основные кровеносные сосуды головы и шеи. Мы удалим сонные чехлы. Мы также удалим скелетно-мышечные структуры сзади и ниже гортани. Это трахея. Это пищевод. Это нижняя часть глотки. Чтобы увидеть гортань сзади, мы удалим заднюю стенку глотки. Это отверстие гортани. Верхняя гортанная апертура. Она направлена почти строго назад. Отверстие образовано спереди над гортанником. С каждой стороны складка из мягкой ткани черпала над гортанной складкой. И сзади двумя важными структурами, с которыми мы скоро ознакомимся, черпаловидными хрящами. Пространство сбоку очерпало над гортанной складки грушевидная ямка. Здесь, спереди от над гортанника, спинка языка. Пространство между языком и над гортанником – желоб. Чтобы рассмотреть гортань изнутри, мы осмотрим образец на сагитальном разрезе. Это над гортанник. Это черпала над гортанная складка. Это разрезанный щитовидный хрящ. И разрезанный дуга и пластинка перстневидного хряща. Важными особенностями стенки гортани являются эта небольшая боковая полость преддверия и эти две складки слизистой оболочки. Преддверная складка выше и голосовая складка ниже. Под слизистой голосовой складкой скрывается важная структура – голосовая связка, которую мы скоро рассмотрим. Это гортань вживую, видимая сверху с помощью эндоскопа. Это надгортанник. Это левая черпала надгортанная складка. Это преддверные складки. Это голосовые складки. Здесь между ними мы можем видеть дальше внизу, через голосовую щель, трахею. Чтобы осмотреть мышцы гортани, мы удалим слизистую оболочку отсюда и ниже до этого уровня. Некоторые мышцы гортани сейчас видны, другие скрыты щитовидным хрящом. Мы рассмотрим эти мышцы позже. Прежде чем мы рассмотрим мышцы, необходимо далее изучить хрящи гортани. Потом важно изучить голосовые связки и голосовую щель. При рассмотрении хрящей сначала мы повторим щитовидный и перстневидный хрящи, которые мы видели в прошлой части. Потом мы добавим надгортанник и маленькие, но весьма важные черпаловидные хрящи. Мы хорошо рассмотрели щитовидные и перстневидные хрящи в прошлой части. Как мы видели, два хряща сочленяются здесь. Когда дуга перстневидного хряща движется вверх и вниз, верхушка пластинки движется назад и вперед. Оба хряща удерживаются вместе спереди мощной перстневидной мембраной, являющейся частью более крупной структуры, которую мы увидим позже. Сейчас мы добавим надгортанный хрящ. Надгортанный хрящ имеет форму листа на тонком стебле, который прикрепляется здесь к щитовидному хрящу. Надгортанник также прикрепляется к телу подъязычной кости с соединительной тканью, идущей через жировую подушку. Надгортанник покрыт слизистый и здесь, сзади и спереди вниз, до сюда. Надгортанник очень подвижен. Далее мы добавим черпаловидные хрящи. Вот они. Черпаловидные хрящи очень подвижные, сидят на верхушке пластинки прстневидного хряща, с каждой стороны от средней линии. Они сочленяются с перстневидным хрящом этими двумя поверхностями. Это правый черпаловидный хрящ сзади. Высокий верхний выступ — бугорок. Этот заметный выступ вперед — голосовой отросток. Здесь прикрепляется голосовая связка. Снизу эта обращенная внутрь поверхность сочленяется с перстневидным хрящом. Следом за суставной поверхностью этот выступ на боковой стороне — мышечный отросток. Мышца прикрепляется к мышечному отростку, а также к латеральному краю и этой широкой выпуклой поверхности, направленной вперед. Верхушка бугорка продолжается этим тонким рожковидным хрящом, направленным назад. На целой им гортани черпаловидные хрящи здесь. На виде сбоку черпаловидный хрящ здесь. Голосовой отросток находится на линии с голосовой складкой. Черпаловидные хрящи могут двигаться латерально и медиально, а также могут вращаться вокруг вертикальной оси. Когда мышечный отросток движется назад и вперед, голосовые связки тогда отводятся и приводятся. Теперь, когда мы рассмотрели скелет гортани, пришло время познакомиться с голосовыми связками и голосовой щелью. Чтобы увидеть голосовую связку, мы рассмотрим образец, у которого была удалена пластинка щитовидного хряща с правой стороны. Это голосовые отростки черпаловидных хрящей. Мы добавим голосовые связки. Вот они. Голосовые связки идут от щитовидного хряща по средней линии кончиком голосовых отростков черпаловидных хрящей. Они фиксированы спереди и очень подвижны сзади. Их натяжение связано с наклоном перстневидного хряща. Щель между голосовыми связками определяется вращением черпаловидного хряща. Голосовая связка – неизолированная структура. Это свободная верхняя граница этой конусообразной мембраны эластического конуса. Эластический конус прикрепляется ниже, по верхнему краю перстневидного хряща. Его верхняя граница, свободная отсюда досюда, образуя голосовую связку, прикрепляется далее сзади к черпаловидному хрящу. Передняя часть эластического конуса плотно прикреплена к щитовидному хрящу, образуя перстневидную связку, которую мы видели ранее. Это правая половина гортани с целой слизистой оболочкой. Эластический конус под слизистой оболочкой вот здесь. Слизистая оболочка покрывает голосовую связку, а также внутреннюю сторону черпаловидного хряща. На уровне голосовых складок имеется сужение между стенками гортани. Это голосовая щель. Ее форма крайне вариабельна и зависит от движения черпаловидных хрящей. Это голосовая щель у живого человека, вид сверху. При спокойном дыхании щель имеет форму ромба. Когда мы дышим глубоко, она расширяется до треугольника. Когда мы говорим или поем, отверстие сужается до щели. Когда мы задерживаем дыхание, она полностью закрывается. Сейчас мы осмотрим мышцы, производящие движения между хрящами и гортани. Сначала мы изучим перстно-щитовидную мышцу, потом две перстно-черпаловидные мышцы, далее щито-черпаловидную, поперечно-черпаловидную и черпалонодгортанную мышцы. Это щитовидный и перстневидный хрящи Все мышцы удалены Мы добавим перстно-щитовидную мышцу Вот она Перстно-щитовидная мышца начинается здесь На перстневидном хряще Она прикрепляется на щитовидном хряще Частично здесь, на нижнем краю И частично здесь, на внутренней стороне пластинки Перстно-щитовидная мышца тянет дугу перстневидного хряща вверх При этом она тянет черпаловидные хрящи назад Делая голосовые складки длиннее и напряженнее Чтобы увидеть остальные мышцы Мы удалим половину щитовидного хряща Вместе с перстно-щитовидной мышцей Это внутренние гортанные мышцы Начиная с ними разбираться, мы уберем их все ненадолго Это перстневидный хрящ Это черпаловидный хрящ Это эластический конус Голосовая связка здесь выше Это слизистые предверия Первая мышца, которую мы вернем Это две перстно-щитовидные мышцы Это задняя А это боковая Они обе сходятся на мышечном отростке черпаловидного хряща Задняя перстно-щитовидная мышца начинается здесь, на задней части пластинки перстневидного хряща Боковая перстно-щитовидная мышца начинается от верхнего края перстневидного хряща Задняя перстня черпаловидная тянет мышечный отросток назад Это поворачивает черпаловидный хрящ Таким образом расширяя голосовую щель Боковые перстно-щитовидные мышцы тянут черпаловидный хрящ вперед и латерально Производя максимальное расширение задней части голосовой щели Перстно-щитовидные мышцы расширяют голосовую апертуру двумя разными путями Другие две мышцы, которые мы увидим Щитно-щитовидные и поперечно-щитовидные мышцы Укорачивают и сужают голосовую щель Сначала мы добавим щитно-щитовидную мышцу Вот она Щитно-щитовидная мышца начинается здесь, на внутренней стороне щитовидного хряща Она прикрепляется спереди от бокового края черпаловидного хряща Далее мы добавим поперечную черпаловидную мышцу Вот она Поперечная черпаловидная мышца, также называемая черпаловидной Это мышечный листок, перекидывающийся через щель между задним и поверхностями двух черпаловидных хрящей Давайте посмотрим, как работают эти две мышцы Сокращение щита черпаловидной мышцы поворачивает черпаловидный хрящ внутрь и тянет его вперед Вместе с пресневидным хрящом Это действие ослабляет голосовые связки и укорачивает голосовую щель спереди-назад Сокращение поперечной черпаловидной мышцы сближает два черпаловидных хряща Таким образом закрывает заднюю часть голосовой щели Суживающее действие двух последних мышц добавляется парой тонких мышц, идущих выше к надгортаннику, черпалонадгортанных мышц Они начинаются позади поперечной черпаловидной мышцы, пересекая среднюю линию и тянутся вверх и вперед, немного ниже черпалонадгортанной складки Действуя вместе, щиточерпаловидные, поперечной черпаловидные и черпалонадгортанные мышцы работают как свинктер, который может полностью закрывать гортань Мы закрываем нашу гортань каждый раз, когда глотаем, кашляем и задерживаем дыхание Самая медиальная часть щиточерпаловидной мышцы, которая прикрепляется к голосовой связке, имеет особую функцию Она известна как голосовая мышца, она обеспечивает тонкую регуляцию натяжения голосовой связки Мы закончим рассмотрение гортани изучением структур, расположенных близко к ней спереди и ниже под подъязычных мышц и щитовидной железы Также мы увидим паращитовидные железы Это снова щитовидный хрящ, персневидный хрящ и трахея Это хрящевые кольца, усиливающие стенку трахеи Мы добавим сонные артерии Здесь, с каждой стороны трахеи, расположены две из четырех паращитовидных желез Их можно распознать по коричневоатому цвету Другие две паращитовидные железы расположены ниже Теперь мы добавим щитовидную железу Вот она Это левая доля щитовидной железы Это правая доля Две доли соединяются посередине перешейком Верхушка каждой доли щитовидной железы расположена на уровне с нижним краем щитовидного хряща Верхушка перешейка расположена примерно на уровне с третьим кольцом трахеи Сейчас мы добавим четыре подподъязычные мышцы Начиная с двух самых глубоких Щитоподъязычной и грудино-щитовидной мышцы На самом деле они одна продолжительная мышца Щитоподъязычная начинается от задней части тела подъязычной кости И прикрепляется к косой линии щитовидного хряща Грудино-щитовидная начинается от той же косой линии И идет вниз к сзади, от верхнего конца грудины Она прикрепляется на задней стороне грудины, вот здесь Сейчас мы добавим другие две подподъязычные мышцы Лопаточно-подъязычная и грудино-подъязычная Лопаточно-подъязычная мышца начинается здесь Грудино-подъязычная здесь, от тела подъязычной кости Грудино-подъязычная идет вниз, вблизи средней линии И прикрепляется на задней стороне грудины, здесь Лопаточно-подъязычная мышца идет вниз, латерально и назад. Она лежит спереди от сонной артерии и плечевого сплетения, которое расположено здесь. Лопаточно-подъязычная мышца идет под трапециевидную мышцу и прикрепляется на верхнем краю лопатки. Наконец, мы возвращаемся к ключицам и грудинно-ключично-сосцевидным мышцам. Осматривая интактную шею, полезно помнить, что когда шея не разогнута, но перстневидного хряща расположена не выше ключиц. Проведем обзор гортани и ее окружения. Это щитовидный хрящ. Перстневидный хрящ. Это черпаловидный хрящ с его бугорком, голосовой отросток и мышечный отросток. Это трахея. Это перстневидная связка. Это эластический конус. Это голосовые связки. Это надгортанник. Черпала надгортанная складка, желоб и грушевидные углубления. Это преддверие, преддверняя складка и голосовая складка. Это перстневидная щитовидная мышца. Перстневидная черпаловидная, задняя и боковая мышца. Щитно-черпаловидная мышца и поперечно-черпаловидная мышца. Это паращитовидная железа и щитовидная железа. Это щитоподъязычная, грудина щитовидная, лопаточно-подъязычная и грудина-подъязычная мышца. Итак, мы пришли к концу этого тома. Голова и шея, часть первая. В следующем томе мы рассмотрим лицо, мозг, кровеносные сосуды и нервы головы и шеи, глаза и ухо. Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ 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 КОНЕЦ